что-то постепенно из того что вообще-то надо обсуждать когда дело касается самых острых наших современных вопросов проходит по телевидению но дело даже не в том что телевидение осуществлять какое-то жесткое цензурирование про сам по себе жанр телевизионный он предполагает что искать все должно быть соединено до такого формата сжато так чтобы никакой там более-менее серьезный вопрос обсужден быть не мог соответственно как бы не возникает картин какими даже кусочки какой-нибудь там более-менее серьезной информации могут пробиться это очень важно потому что еще не долгого времени этого не могло быть но эти кусочки они но не схватываются сознанием людей достаточно полнотой вообще-то говоря они ну оказываются но островками и в океане никого-то такого непонимания глубокого какие-то вещи при этом достаточно ясны и мне кажется ни у кого по большому счету не вызывают сомнений значит турция совершила нечто чудовищное по отношению к нам с этим самолетом это прямой лобовой такой военный вызов который осложнен тем что мы это знаем что там действительно были самолеты которые следили за нашим самолетом что были выстроены ловушки что это была такая многоэтапная операция в которой еще участвовали самолеты самолет точнее саудовской аравии там а также турецкие самолеты а также общее штабное руководство натовская то есть мы могли бы много сказать по этому поводу что дальше когда там один очень жириновский или любой другой крупный оппозиционный политик кричит в условиях разогретого общественного мнения что ударить с космоса там сжечь все растоптать закатать катком то разница между ним и одиночка путина состоит в том что путь же не может кричать ударить к космоса там роста котать-кавкатком там разрезать на части путин должен это делать он закричал это он должен делать я любая позиционы правитель может кричать что это нужно а потом говорить твердо знаю что этого не будет политикам так сказать находящимся у власти почему это вы не делаете да при этом все достаточно хорошо понимают, почему это не делается и что тут, собственно, может быть сделано. При той стране, которая существует, а тут нужно обсудить, это страна, которая существует. Вот это реальность, страна, которая существует. Не какая-то там страна нашей мечты, не как-нибудь там страна прошлого, а вот та страна, в которой мы живем. В этой стране, которая существует, вот что значит? Удар по Турции означает одновременное включение НАТО, да? Значит, мы должны воевать НАТО. Как мы с ним будем воевать на нам непонятно наверное будем воевать стратегическим ядерным оружием и что будет как говорил когда-то аркадий райкин пиво холодное будет так вот пиво говорит это ничего и вот значит мы вступаем в этот конфликт с нато и что будет будет не пиво холодное будет нечто другое вот когда абсолютно не готова так сказать конфигурация сил в мире наша собственная внутренняя политика сказать расстановка сил в нашей стране никаким образом не предполагает конфликт надо значит с одной стороны мы обязаны как-то отвечать потому что но события беспрецедентные я честно не знаю в истории ситуации когда вот так нагло сбили самолеты никто ничем не ответил вот военный самолет я имею ввиду и вот без извинений таких глубоких без всего вот чтобы этому не было никакого ответа это конечно страшная потеря лица но любой ответ сложившей ситуации это есть немедленное попадание в ловушку причем такую ловушку которая она будет сочетать непомерность вызова с абсолютной неприспособленностью существующего государства для того чтобы такие вызовы отвечать это государство не приспособлена для этого а теперь как бы мы представляем себе что есть какое-то другое государство и говорим и вот когда наконец мы форсируем водную преграду так реку днепр и передвинемся на другую сторону как-то передвинешься у тебя тут этот запорожец лет какой запорожец у нас тут фибия бронетранспортер амфибия плавает также хорошо как ходит по земле да еще может и под водой пройти новая конструкция зачем это ровно через десять минут после начала реальности обнаружится что это не амфибия так что мы хотим делать амфибию но это совсем другой разговор совсем на других вещах это не с того конца делается и тут этот турецкий вызов ни при чем он на не находится в этом ряду естественно поэтому что все что мы можем делать вот учитывая сложившуюся ситуацию это действительно искать асимметричные ответы очень сильно нажимать на турцию локализовать как можно больше сказать очаг наших претензий там сведя его кардагана и прочим разным вещам этого типа и попытаться как-то трансформировать турецкую ситуацию одновременно оказывая на нее предельно мощное давление и не доводя это все до кипения в виде войны которая немедленно становится войной с нато чего между прочим не было в эпоху русско-турецких войн всех кроме крымской когда квази нато оказалось так сказать в крыму но мы знаем чем это кончилось с великой российской империи еще не ран кем не разложены никуда там ни в какой так сказать глобализм не втягиваемый на кое все почитайте севастопольские рассказы толстого и что мы вообще можем раскрыть себе глаза хотя бы на самих себя и посмотреть что происходит но откройте глаза есть так вы понимаете всю меру ответственности за то чтобы завтра все-таки страна была к чему-то подготовлены то хоть себя-то подготовьте ну как начните как жить по-другому это же часть некого такого определенной субкультуры сумасшедшего дома ну так он вокруг кипит он кипит в армии кипит где угодно да я не исключаю у меня есть такая смелая гипотеза мне такой это не факт а мой кошмарный сон что когда по морзянки там и по всеми полагающимися методами из главной военной инстанции в рода войск передается некое послание то из родов войск звонят в главную инстанцию горосушит это все на фигне ты перестань говорить ты мне по мобилу скажет что ты хочешь это мой страшный сон будем считать что это страшный сон на самом деле он мы мы глубокой моей скорби весьма близок к реальности это все вот так мы можем обеспечить как бы ну ключевое превосходство военно-морских сил россии это сказать на черноморском направлении по отношению даже к турецкому флоту не сопровожденному войсками на то есть он будет ими сопровожден значит естественно что мы там хотели бы там например сильно пугануть целый ряд турецких элит кого-то экономически с кем-то сказать что мужики у нас с вами уже такие штуки вы танцовывались и фигли теперь все горит на оказать давление на турецкого потребителя и производителя которого мы изолируем и все будет в порядке и резервы российской такой не слабо выявленной экономики позволяют все делать там будут эти помидоры и не они одни вы просто они из какой-то тайги выноргнут из каких-то таких странных ниже этой экономики и прилезут на прилавки все будет не в этом дело экономика с огромной эластичностью не буду комментировать что это такое но это не либеральный и не экономика минфина нцб это наша родина да все может в этом смысле да значит не говоря о том что действительно сколько-то начали производить аграрной продукции и это есть все это правда значит мы можем прижать низы мы можем прижать тех кто хотел кормиться с наших крупных проектов мы можем прижать тех кто действительно не хочет подобного разворота события такие люди есть и мы можем просто прижать там врагов эрдогана а также мы можем включить тех кого мы можем мотивировать другими нашими современными способами до отношению к турецкой элите я не буду их все перечислять и даже очень современные методы совсем современные да как говорят в таких случаях день есть цель оправдывает средства значит мы можем эти современные сегменты отчасти выкупить мы можем людей которые действительно хотят такого разворота событий как-то более-менее ну по соединить собой и в этом смысле меня действительно видится в пресс-конференции в генеральном штабе в этом что то есть в этом что-то новое вполне эту конференцию должны были вести либо фсб либо где-нибудь миде до нашего в генеральном штабе это достаточно беспрецедентно да правильно вот значит какие-нибудь эти линии мы можем соединить турецкие военные очень злые на современные режимы на все прочее они сильно подорваны они подорваны прежде всего европы и западом в целом тем что им не дали место в европе и они оказались в идиотском положении они шли к этому месту десятилетиями каждый раз когда турция пыталась каком-нибудь другом направлении двигаться и выкатывали танки осуществляли там всякие репрессивные действия потом им сказали отчетовые танки выкатываете репрессии осуществляете ради чего ради вхождения в европы кого не будет так что вы отжимите от нас а сами спрячетесь куда не подальше мы вас сейчас начнем сажать они вы нас и это начало происходить это есть ордоган это значит мы можем чуть-чуть подразбудить этих военных попытаться они же не все там в тюрьмах и во всем прочим они очень даже хорошо позиционированы да они не наши скажем да они если так по крупные в основном с ориентации на израиль ну так мы это можем как-нибудь скомбинировать до ночи мы их можем так сказать мы тех кого мы современными методами включим можем туда соединить мы просто врагов этого эрдогана можем каким-то образом подсоединить туда же до снизу можем нажать на потребителя и на все прочее и каким-то образом сумме этой ситуации мы может быть и можем там как-нибудь повернуть вектор турецкой политики я в этом не убежден но мы можем попробовать можем это все локализовать кроме того я считаю что ситуация такая тяжелая что любые действия которые будут убедительными и при этом не приведут к войне хороши я не говорю то бы о ликвидации этого представителя серых волков который там убил летчика но я считаю что и более серьезный веер действий который убедит что с нами шутить нельзя и который не приведет к войне должен быть использован вот но это конечно все будет работать в одном случае если турция всерьез не взяла подряд на антирусскую политику если турция как целая турецкая элита взяла подряд на антирусскую политику тогда все чтобы мы не делали мы все равно облечены на конфликт нам его навяжут мы будем мягкие как никогда мы будем уворачиваться и наносить какие-то боковые удары мы будем стараться не напрягать отношения и так далее и тому подобное и все равно это произойдет потому что та сторона захочет нам это навязать и она наверху при всем том что мы знаем что именно произошло с нашим самолетом мы знаем по минутам и секундам кто когда вылетел откуда кто как строил ловушку и что там произошло дальше с этой ловушкой но все-таки современный же мир в нем все фиксируется пусть с опозданием на фиксируется вот при всей этой ситуации и данные есть которые нам передавали и все прочее мы не хотим подобного разворот событий но мы можем избежать в одном случае если турецкая элита как целая во всех ее разных ипостасях не взяла подряд на антирусскую политику украинская элита взяла подряд на антирусскую политику чего дальше можете делать мне подряд обмочить москалей ей говорят за это будем платить бабки за это обеспечим безопасность за этого случае чего там спасем это поддержим а все остальное вы можете это сказать сразу ложится в гроб ну и что нет хорошо партия сказала надо комсомол ответил есть вашингтон сказал надо киев ответил есть а что делать киева он взял подряд он и будет это делать он не очень верит американцам побаиваются что они где-нибудь отрулят в сторону там ну как вы еще все кончится кем-нибудь южным вьетнамом где американцы таскать своих сдали и бежали оттуда да но они с другой стороны и не как бы на накручивают тебя тем что сегодняшняя россия это не сср это правда это сказать тем что сша так сказать сильны европа едина и так далее под эти все накрутки они выполняют подряд теперь если турция взяла этот подряд ситуация чудовищная она неплохая она чудовищная она чудовищнее чем она была когда бы то ни было с конца восьмидесятых годов и она абсолютно никак несоединима с той страной контуры которые постоянно обрисовываются которые создавались эти 25 лет и которые ну как бы рисует перед нами как бы каждый послание президент федеральному собранию каждый документ вся риторика это не так страна эта страна не выдержит турецкого давления при этом мы абсолютно убежны что турецкое давление все равно не будет лобово военным потому что это нато там еще это сказать такого зуда нет но даже если турция перенесет свою активность которую есть крым чего тогда стоит вся сегодняшняя политика в крыму начала на стоит я все хорошо знал о том что происходило с крымскими татарами таскать года великой отечественной войны все это известно документов как грязи и все понимают что там происходило но когда перед ними начали расшаркиваться это всячески поддержал потому что в случае отсутствия крупного центра управления антисоветской татарской деятельностью антироссийской в данном случае да можно сделать так чтобы они лет десять еще пожили в мире в этом присоединенным крома дальше не воевать не захотят их как-то в это впишут но если турция турция начинает их активизировать у нее есть такие возможности их активизировать перед которым все чем мы обладаем меркнет то же самое касается северного кавказа если турция всерьез переносит свою деятельность подрывную на северный кавказ то мы оказываемся в ситуации сильно подгорающего кавказа самых разных сторон я не говорю об азербайджане обо всем прочим о всем ареале вле дальше по волшке и все в этом смысле надо чуть-чуть понять во первых что такое это самое турция и до ответить можно можно но ответить надо уже по сталински я что это такой сталинский ответ и из кого будет собираться эта новая сталинская система как она может собираться и сосуществовать с этой мне не ясно это фантазия я спрашиваю какой ответ будет в реальности они какой ответ будет если мы вдруг что-то создадим что мы создадим правильно утром деньги вечером стулья говорю об этом как о метафоре мы начнем репрессии сколько людей будет проводить эти репрессии не беря бабки с тех кто должен быть репрессирован да и не уводя их в сторону и не репрессируя своих конкурентов по бизнесу или не отжимая так сказать бабки под видом репрессии мы понимаем что любая репрессия требует какого-нибудь очень мотивированного и простите морально чистого контингента который будет ее осуществлять где субъект кто это кто народные массы которые будут разбираться с этим по принципу сказанному когда-то по моему графом симон де марфора которые спросили а как узнавать эти гностиках в на юре франции так где они их резали там книгу генотов гностиков гностиков катара бегойцев значит как их распознавать то говорит но ясно там ведь и мусульмане да они ты смуглые до их убиваешь а здесь тех такие же как тенгой главы всех убивайте господь там разделят на право хамена да так что народ будет поэтому принципу там по принципу там покажи руки у нее нет мозоль покажу вот так рабочий на дон пробираешься господин офицер или по какому принципу революционный цельца и где этот народ я не знаю кто как с ним соприкасается а я вот минимум три-четыре раза в неделю я все прекрасно понимает а про что-то другое это фантазии людей которые не могут отличать фантазии от реальности ситуация очень мрачная она такая мрачная какой она не была за все последние двадцать с лишним лет да но это не значит что мы не должны просто как-то хотя бы ориентироваться в происходящем сейчас когда началась вся эта волна антитурецкости естественно в эту волну прежде всего включились кто пострадавшие от турок народы народы христианского мира и так далее я не убежден что если греция член нато и возникнет русско-турецкая война то греция выполнит обязательство по отношению к туркам или болгария у меня нет такого ощущения не думаю не думаю вот то что я знаю по настроению в болгарии чтобы фракийцы начали это сказать обеспечивать турок так сказать против русских не трудно в это поверь значит в этом пафосе так сказать антитурецком сейчас есть много искреннего есть много не искренне больше всего не искренне у армян потому что армянам нужна определенная концепция история она нужна бываем давно потому что эта концепция отвечает в сущности их обманутым мечтам их представлениями великой державе их национальным интересам но они никогда не имеют право выдавать эти интересы интересы русских и каскаде они это делают все время и это есть такой специальный армянский антибольшевизм яростной с ненавистью к ленину и ко всему остальному потому что ленин заключил договор с кемалем а то тюркам и поддержал турцию поддержал материально там оружием и всем чем угодно и тем самым предал греческий мир предал армянский мир там западную армению и так все и так и не так во-первых ленин действовал не исходя из интересов армянского народа линин действует сходя из интересов а советского союза он не мог выдвинуть на первый план интерес одного из народов и ученив интересы других он тут же же налетал на все мины замедленного действия мгновенно взрывающийся он однозначным способом поддерживает интерес армянского народа с азербайджаном что делать это тоже самое что было в советском союзе это сказать в конце 80-х годов до Что там надо поддерживать? Во-вторых, все эти игры греческо-армянское и прочие антитурецкие, это были очевидно игры, так сказать, Британии и других государств, а вовсе не те игры, которые отвечали интересам Советского Союза. В-третьих, мы уже не имели православной империи, в которой у армян или у греков, которые там населяли, были колоссальные преимущества перед всеми остальными. Православной и Российской империи даже это никогда не позволяло, так сказать, вдруг начать ущемлять исламские слои населения, потому что все понимали, чем это кончится. Но все-таки в этом что-то было, да, православие, самодержавие, народность. Как только объявили там союз нерушимый республик, свободный братский интернационализм и все прочее, исчезла эта православная доминанта, и стало непонятно, почему, собственно, надо играть в интересах там, ну, не знаю, там Болгарии, а не Турции, да, или там, не знаю еще, Сербии, а не кого-то еще. В чем тут, собственно, такая идея, если, так сказать, мы и хотим построение какой-то вот такой вот равномерной пробольшевистской или какой-то еще структуры. В-третьих, разговоры о том, что Кемаль пообещал, что он станет большевиком и примет Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и поэтому с дуру Ленин, сразу же пишут через запятую Троцкий там и другие, значит, купились на эту дурь Кемаля, абсолютно не соответствует исторической реальности. Этого не было. Кемаль, то есть, что было? Кемаль все это орал. Люди, которые это слушали, прекрасно понимали, что он гонит пургу. И все, что он хочет, это спасти какой-то кусок Турции. Создать Турцию, потому что Османскую империю расчленяли так, чтобы не осталось ничего, никакой большой разницы между Кемалем и Ельцином не было. Там расчленяли Советский Союз, и было непонятно, докуда его будут расчленять. До Татарстана и всего прочего, как хотел Горбачев. Или все-таки обрубок оставят. И там как-то Ельцин, так сказать, расшаркивался перед всеми, и говорил, какой он друг Запада, и понимая, что два раза ножницами еще, и не будет ничего. Он много зла сделал, этот Ельцин, он сам участвовал в разрушении. Нужно не знать, что с момента, когда он схватил этот кусок, он не хотел его сохранить. Там был дикий инстинкт властолюбия, лишенный, с моей точки зрения, любого позитивного содержания. Ну, такой вот, ну, как у Тигра, да, моя территория. Все, стала моя, я начинаю рычать. Даже не знаю точно, как я рычу, такой царь Бериндей. Но рычу, потому что хочу оставить. Значит, то же самое делал Кемаль. Расчленение Османской империи, которое началось после того, как она начала действовать на стороне Германии и начала проигрывать Первую мировую войну, расчленять эту Османскую империю, шло по полной программе. Все, что мог позволить себе Кемаль, это сохранить анатолийскую Турцию. То есть, сохранить, собственно, турецкий кусок. Отскидывая в сторону арабов, там, сирийцев, кого угодно еще. Вот только сохранить какое-то количество Турции. И была совершенно сумасшедшая идея. Не большевистская и никакая. Это он перед Лениным расшаркивался, а, повторяю, Овень прекрасно понимал, что он дурку валяет. Оба были люди не глупые. И вполне себе циничные. Что правильно для политики, да? Он там, а эти понимали, что если это Кемаль, у него на ближайшие 70 лет будет одна программа. И умрет он, будут другие, да? Турция в локально-турцких границах, вот этих турецких, супер-турецких границах, небольшая относительно Турция, советская, не посягающая ни на какие другие территории, да? И устраивающая у себя западный образ жизни. Гавище все, что связано с исламом. Как радикальным, так и суфийским. Армян он резал, там, так сказать, курдов резал, одни резали других. Все это было связано с тем, что все распадалось. Но могу сказать, что когда суфийский ислам, который, так сказать, в Турции расцветал, как бы, самыми пышными цветами, так сказать, начал мешать Кемалю делать светскую страну, хоть чуть-чуть, он собрал всех этих суфий, и по ним прошлась черкесская конница. А речь шла вполне себе не об армянах, и не о ком. Невероятно свирепыми, беспощадными методами Кемаль строил вот это небольшое турецкое государство. Хотя бы такое. Ленина естественным путем такое государство устраивало. Ему приходилось уступать какие-то части территории. Но он прекрасно понимал, что если он ввязывается в крупный конфликт, то он таскает каштаны из огня отнюдь не себе. Армению какую-то он сохранил, завоевал. И там этот мясникян вполне себе что-то сделал такое, что население Армении во весь советский период стремительно как бы нарастало. А сразу же после того, как Армения получила суверенитет и вышла из Сталой ССР, это население стало падать и падать, живущее в Армении. И никогда оно так не падало, как оно падало в постсоветский период. Это и был главный вопрос, что если была такая армянская мечта о независимости, то, во-первых, вы ее реализуете в виде какой-то мечты, а во-вторых, чего бежите с территории-то, в которой требовали независимости. Значит, Ленин действовал в интересах этого целого. А этот интерес требовал баланса сил. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что существовала советская инерция, как инерция антиправославная. Шла война, православная система, это православие, самодержавие, народность, это царь, да, с царем боролись, и там еще была эта, так сказать, составляющая. Но она для Ленина носила глубоко вторичный характер. Главное было получить рядом государство, которое стерилизовано в экспансионистском ключе полностью, чтобы там не было никакого экспансионистского гена, никакого. Вот Турция, все, она никуда дальше не лезет. Прозападная, антизападная, такая, другая. В Турции были мощные коммунистические силы и мощные пророссийские силы, чтобы понять, ну как, назымки к мету, все остальное, да. И все эти силы были вырезаны, и мы на это смотрели тоже достаточно спокойно, потому что, так сказать, были международные договоренности, были определенные разговоры о разделе мира. После Второй мировой войны, да, мы и в греческих коммунистах, в этом смысле, повели себя по отношению к ним совсем нехорошо. И есть этот счет в Греции к нам, но мы не могли себя вести иначе. В противном случае, мы прямо в 45-м году должны были начать снова воевать, немедленно. Были единые интересы народа и государства. И внутри этих интересов никакие слагаемые не имеют права предъявлять свою особую, так сказать, функцию, а вот отдайте-ка нам, почему вам все равны, и будет постоянный паритет, интересов, возможностей и всего прочего в едином целом. Теперь непонятно несколько вещей. Первая вещь, которая совершенно непонятна, касается того, в какого наша страна сегодня. Это не Советский Союз, это не братство народов. Братство республики уже распались, да, и нас, естественно, сейчас интересует то, что максимально сильно готово войти в наше поле. И желательно без особых условий, правильно, да? Это, по-моему, Абхазия. Мы видим, что Абхазы сейчас тяготеют к нам. Мы говорим, они к нам, мы к ним, да. Мы коптируем то, что нас любят, то, что без нас не может. Если Армения абсолютно переориентировалась с тех пор и поняла все, что с Америкой ничего не светит, что, так сказать, рядом с ней Иран и Турция, и что с Ирана она тоже не очень много получит, а с Турцией она получит просто очередной тотальный геноцид и ничего больше, то прекрасно, мы можем заново строить отношения уже избирательно по отношению к тому, что с нами, как хочет себя вести. Но даже в этой ситуации, понимая, как мощно внутри нас не исламское, а тюркское поле, это второй народ после русского совокупно. Евразия не может быть армянской, черкесской, не знаю, какой там еще, мордовской, да? Она может быть либо русской, либо тюркской совокупно. Понимая, какое количество этого тюркского компонента находится у нас, нам взять и сейчас, вот имея то государство, которое мы есть, и тогда организовать лобовой конфликт со всем тюркским населением и всем тюркским окружением ближайшим, весьма неоднородным, ну, по крайней мере, включающим Азербайджан и так далее, потом мы не видим пока что такой однозначной ориентации, так сказать, ну, этих антитурецких стран на нас. Ни Болгария так не ориентирована на член НАТО, ни Греция так не ориентирована, много как бы, там, ни какие-то там другие государства, а они там нам что-то поминают. Мы им нету сейчас этой сборки. И это не православная Россия 19 века. Мы не туда вернулись, мы еще куда-то вернулись. Мы что-то сами другое строим. Теперь турки. Турки всю жизнь строили три типа государства. Первый, тот, который я писал, это Кемаль, и все, что связано с ним, это классическое модерн. Вот это государство модерна. Вот светское, национально-турецкое государство с запретом на любую религиозную, так сказать, такую педаль, на любой религиозный акцент, такое же, как Франция, такое же, как все европейские страны мира, которое должно было войти в Европу. Для чего такие государства сходят? Чтобы потом войти вот в этот большой пазл. И это самое выгодное для нас государство. Оно может быть очень невыгодно. Оно лишено экспансионистского пафоса. Оно может быть невыгодно живущим там, не туркам, понимаете? И они могут нас обвинять, что мы шляпы христиане или кто-нибудь еще, а вы там это поддерживаете. Но нам, как государству, это всегда выгодно. Нам надо иметь на своих границах что-то, что не будет дышать экспансией по отношению к нам. Потому что эта экспансия для нас самая опасная. У нас иранская экспансия не опасна, тем более, что ее нет. У нас нет персидского населения на территории. А здесь его дофига. И это матка. Турция – это матка турецкого мира. Там очень сложные отношения и с татарами, и с среднеазиатами. Поскольку в большой группу тюркских народов ходят нитьюкуты, которые, конечно, не понимают, почему их туда включают. Или что-нибудь еще. А также венгры и так далее. Вы не знаете хотя бы, что венгры – это у графины, это все народы тюркского мира, большого. Но все это сказки. Это сказки, выдуманные Вамбери и другими, кто говорили о Великом Туране. Это XIX век и все прочее, что этот будет Великий Туран на месте России. Все прочее. Но до самих тюрок достаточно. Если есть это тюркское тяготение и самое мощное государство – это Турция. Поэтому нам этот экспансионизм наиболее опасен. Мы не хотим его. Мы хотим безэкспансионистскую страну. Не на большевизм Кемаля мы купились, а на безэкспансионизм. Хотели они с нами воевать, подтягивали вооруженные силы, готовы были вводить войска на территории, если Гитлер победил бы под Сталинградом. Но ведь не ввели. Вот и все. Какие интересы, по каким договорам, там, сказать, есть у каких других народов, мы готовы это все рассматривать в тот момент, когда это соответствует интересам нашего народа. Вот тогда это хороший фактор. Тут поговорим. А если не соответствует интересам, мы это не обсуждаем. Фербский договор, другие, это все не надо нам. Итак, первая модель, безэкспансионистская, неправильно говорить, молодо-турецкая, вот просто кемалистская Турция, понятно, да? Которая светская, которая европейская, которая модерн турецкий, который никогда никуда за свои пределы не лезет, и которая хочет стать нормальной европейской страной. Вторая Турция, это Турция серых волков. Турция селых волков, Босгурт, вот этот мерзавец, который убил нашего летчика, и все, это Босгурт. И хвастается этим, да? Значит, эта организация полуфашистская, с давней традицией, ну, вот все это, там, все сейчас обсуждают, эти свети Гладио и так далее. Ну, что такое свети Гладио в первом приближении? Это были подполья на случай советского экспансионизма. Если Советский Союз оккупирует ту или иную страну, Италию, там, неважно, Испанию, Францию, или Турцию, или Грецию, там везде нужно делать подполье. Подполье везде было, естественно, фашистским, из остатков недобитых, там, того или иного фашизма, в Турции тоже. Ну, а они эти подполья-то сформировали, насытили оружием, и все, они управлялись из штабов НАТО. Называлось это вот это Гладио, это все вы хорошо знаете. Значит, но потом-то что оказалось-то, что Советский Союз никуда не хочет никого оккупировать, ни Турцию, ни Италию, да, ему это даром не нужно. А структуры на случай подполья есть. Но они занялись уже не советскими, это сказать, войсками, которых нет, да, как говорили в советском спецназе, да и в русском, по-моему, тоже. Враг нас предал. Так, враг нас предал. Так вот, значит, они таким способом, они занялись другими силами, они занялись там, кто курдами, кто левыми там всякими политиками, типа Альдомора в Италии, кто там, понятно, да, ну, местными розовыми, коммунистами, ну, кем угодно, кого они ненавидели. Началась террористическая деятельность, она сразу же сошла воедино с оружием, где оружие, там наркотики. Понятно, да, значит, все это сделало, образовало вот эту сетку, с которой еще было связано несколько слоев этой сетки. Один из слоев создавал Кейси, такой был директор ЦРУ, довольно сумасшедший, друг Рейгана. Это называлось Супер-Ц, такая вторая сеть, она была, по-видимому, еще более опасна, еще более близка к коренным фашистским структурам. Ну, и этой сетки тоже достаточно было, да. В нее входила в Турции эта самая Босгурт. Босгурт ориентирована на пан-турецкий проект с умеренно исламской примесью. В «Всерых волков и везде» исламизм стоит на втором месте по отношению к турецкому расширительному национализму. Классический исламизм хочет завоевать весь мир, потому что нужно все превратить в халифат. А пан-туранизм или пан-тюркский проект, вот эта Босгурта, он хочет построить великую тюркскую империю. Ну, рассматривая ее то ли как империю Чингисхана, примерно, да, но там уже не важно, какие они придают ей контуры. Ну, совершенно ясно, что туда входит вся Россия, да, это вопрос даже нет. Это никаких проблем. Это золотая орда. Там не нужно, чтобы там ислам стоял на первом месте. Он там будет, будет на хорошем месте, но не на первом, на первом тюркизм. Естественно, что главным врагом становится даже не Россия. Догадываетесь, кто? Нет? Иран. Фундаментальный, метафизический, тысячелетний конфликт это Иран-Туран. Это поэзия Фердоуси и других, которые все время говорит о том, что вот есть царство зла, вот этого волка, вот этого басгурта и всего прочего. Есть царство птицы великой, там, вот это иранское, святое, свето, тьма, это турки, а свет, это персы. И это держится на протяжении тысячелетий. Это было до османского сборки, это было во время османской сборки, это все время. Этот конфликт всегда существует и он всегда мешал консолидации вот этого общеисламского дела, потому что там есть две нации и уж у перцев-то такая история, что какой там ислам, да? Ислам это маленький слой в огромной конструкции, да, персидской. Там она была персией, не было никакого ислама и она гордит своей древностью, своим величием и всем остальным. А турки тоже, они не без амбиции в этом смысле, да? Таких, не сводящихся к исламу. И третья сила, значит, первая я сказал кемалистская, вторая вот это босгурт, а третья сила это исламизм в чистом виде. Опять-таки, насколько в чистом? В чистом он не существует нигде. но все-таки, это ориентация на халифат, на то, что сначала я воин ислама, а потом я турок. А в туранизме сначала я турок, а потом я воин ислама. То есть, там, если х плюс у это турок и воин ислама, то х важнее, что турок. А там это все повернуто, там важнее, что воин ислама. А второе уже то, что тюрок. И вот этот исламистский проект, конечно же, вожделеет восстановление халифата в виде Османской империи. Последний халифат, который существовал, а для правоверного мусульманина халифат это огромная ценность. Последний халифат это Османской империи. Крах Османской империи является крахом халифата. Но был же и другой халифат, арабский. И в конечном итоге развал Османской империи во многом связан с тем, что арабы и тюрки не могли поделить халифат. Арабы это народ Мекки и Медины, арабы это главный народ исламского мира, арабы это тот народ на языке, которого должен говорить священный исламский мир. Это язык пророка. Естественно, что арабы не хотят, чтобы какие-то тюрки там правили халифатом. Поэтому конфликт между тюркским халифатом и арабским халифатом тоже будет всегда. Что и о чем сейчас договариваются, это вопрос отдельный. Эрдоган в моем понимании ближе всего к этой третьей исламистской силе. Он не серый волк, он скорее исламист. Пришел он к власти на колоссальном разнорочаровании и крахе первого проекта кемалистского. Когда оказалось, что в Европу не пускают, и европейское государством не считают и все прочее, что все эти 70 лет самоограничения, террора, попытки все время казаться все более и более светскими, притворяться европейцами, все это время проиграно зря, перспективы нет. Народ шарахнулся в другую сторону. Народ стал вспоминать либо об Османской империи, либо о великом царстве волка. Причем военные в основном вспоминали о царстве волка, а какие-нибудь штатские пиджаки, как у нас говорят, больше о исламской империи. Я не буду грузить такими деталями, как там фейтулах, гюлены, всякие прочие, так сказать, такие националистические турецкие структуры, ангажированные ЦРУ. В целом это происходило вот таким способом. Самое главное, что с моей точки зрения здесь надо Дагана двинули вперед, так же, как всех этих гюленистов, весь не светский элемент, американцы. Американцы захотели, чтобы не было этой светской Турции. Она им помешала так же, как все светские национальные государства. И если разгромы национальной Ливии, национальной Сирии, национального Египта и так далее происходили через оранжевые революции, то разгромы турецкого национального военного государства, государства военных, происходили мягче, но практически тем же самым способом. Американцы это демонтировали так же, как они демонтировали режим Шаха в Иране. Шах был абсолютно проамериканским. Зачем его нужно было менять на Хамени? Но его же сменили. Это осуществлялось при прямом нажиме и содействии американской политической машины, и военной тоже. Приезжали люди помогать Шаху из Израиля, из Америки, а им говорят отбой, пусть входят, пусть Хамени входят, все в порядке. Что говорило о том, что с давней эпохи существовала идея халифатизации какой-то большой части мира, создания радикально архаических структур, что никто не хотел, чтобы этот Ближний Восток состоял из национальных модернистических государств, кемалевского и так далее. Кемалевский проект отменили те, на кого эти кемалисты молились, американцы и прочее, они это все отменили. Тогда в ярости военные двинулись в сторону Босгурт. Военные двигаются в сторону Великого Турана. Пиджаки скорее в сторону Халифата. Это тонкое различие, но оно тоже существует. теперь что за номер сейчас исполняет Эрдоган. Значит, единственное, что мы можем понять во всем происходящем, почему американцы это так почти не поддерживают, то ли поддерживают, то ли не поддерживают, что существует такое явление, как суницкий радикальный исламизм. Огромную роль в нем играет ИГИЛ. Но ИГИЛ это маленькая часть, а это огромное поле. Тут важно суницкий радикальный и исламизм, не ислам. С этим с уницким радикальным исламизмом, с этим большим полем хотят дружить Соединенные Штаты Америки. Соответственно с этим они облизываются и на ИГИЛ, как на часть этого поля, как на приводной механизм. Но в целом им вот это нужно. это их инструмент мирового господства. Они его воспринимают, а суницкий радикальный исламизм воспринимает их как инструмент своего мирового господства. Теперь на этот же суницкий радикальный исламизм ориентируется и Турция. потому что если он суницкий если он радикальный исламизм то суницкий радикально исламизированная Турция очень быстро берет это под свое существенное влияние. В этом смысле диалог Соединенных Штатов с этой Турцией это одно. А вот этот посредник который соединяет две величины это другое. Посредник важнее. Поэтому я хотел здесь передать свою модель. Вопрос не в том что вашингтонский обком приказывает вот этот подпольный обком и сюда и сюда. И если здесь вертухнуться в сторону от этого обкома будет вот это поле. Для того чтобы этот фактор стал глобально смертельно опасен нужно только одно чтобы в него интегрировалась вторая или первая по величине держава Пакистана. но Пакистан с давних пор раздираем двумя противоречивыми желаниями которые до какого-то момента совпадали. он очень хочет любви с США и даже готов чем-то себя умерять на пути этой любви да и он все более и более подпадает влияние китайской народной республики. Пока здесь была связка это можно было соединять. Как только здесь возникает не плюс а минус это соединять нельзя. поэтому талибы дико колеблются в вопросе о том ложится им под ИГИЛ или не ложится. Они готовы. Но решение по этому вопросу принимается здесь. А поскольку китайцы все больше подозревают что сунницкий радикальный исламизм как глобальная сила нужен для демонтажа Китая для сильного удара по игурскому флангу и через это дальше со сдвижением радикализации Малайзии Индонезии и там уже соединение в большой котел. Поэтому китайцы хотят получить свой кусок этого мира и чтобы этот кусок был антиамериканским. Соответственно талибы говорят что при всем том что им это все ужасно нужно и объединение это и господство этого единое и не боятся они при этом стать младшим братом игилла да талибы говорит нет мы с игиллом не в единое целое а почему вы не единое целое а вот мы не единое целое а в чем дело а что собственно происходит каждую секунду талибы могут повернуться к игиллу если вот эти рычаги окажутся иначе сконструированы но пакистан обижен на то что индия видимо младший брат да соединенных штатов америки и тут вот во всем этом регионе возникает сложное метание поэтому вот с этой стороны и по и с афганской стороны мы еще не имеем этих удовольствий в полную меру мы можем иметь завтра или через три года или не иметь вообще если китай это все хапнет окончательно но хапнув окончательно пакистан китай не может не захотеть получить серьезные пакет акций в крисидском заливе да и в саудовской аравии прежде чем и дальше весь этот мир начинает попадать под несколько видов контроля помимо всего этого удовольствия существует страна которая так сказать раздираема между своей древнейшей истории древнейшей и своим исламским статусом и тем что с этим статусом еще обременно я имею ввиду иран иран это мощное национальное государство с персидской идентичностью и во всех там суфийских каких-нибудь очень сложных так сказать иран иранских шиитских построениях значит там все время есть и зороастризм и все остальное все до исламские религии древнейшего государства которое прочно стоит на этом великом фундаменте собственно персидском и иран это шиитское государство ставшее шиитским именно потому как утверждают все кто этим занимался что оно не хотело влиться в эту сунну арабо-турецкую она хотела быть особо государством в любом случае это шиитская как бы часть и все что сейчас с этой точки зрения происходит в регионе это шиитский блок шиитский блок это сам Иран это алавитская Сирия алавиты это шиитское радикальное крыло уже такое да которое сами шииты относятся довольно сложно но это в ту сторону и это конечно как самая мощная такая боевая организация такого подпольно так сказать партизанского характера если Хизбалла мирно так сказать получит долго пережевываемый кусок под названием Ливан если об этом можно договориться с Израилем я считаю что с Израилем об этом вполне можно договорить при всей радикальной настроенности Хизбаллы против Израиля Париж стоит обедник как говорил король Генрих IV Ливан стоит более мягкого антисионизма я ему же не говорю что будет про-сионизм будет антисионизм он смягчится у него возникнут другие обертона и это будет Ливан значит Хизбалла будет ненавидеть всегда все что связано с ИГИЛом и всем прочим это радикальная исламинская довольно сильная шиитская организация если Иран есть сердце этого шиитского блока Хизбалла приводные ремни а Алавита есть важнейший элемент на котором это все концентрируется и тут возникают русские то возникает некий блок хотим ли мы чтобы этот блок все исчерпал нет не хотим мы хотим диалога с талибами в Средней Азии и мы надеемся на братскую китайскую народную республику которая объяснит братскому Пакистану что не надо слишком дергаться и как-то пытаться слушаться американского брата да а надо вести свою политику соответственно мы надеемся на то что мы каким-то образом проконтролируем Среднюю Азию и мы конечно хотим получить весь Суницко нормальный мир мы не хотим чтобы здесь Суницкий мир пошел под ИГИЛ и под американцев мы хотим чтобы какая-то часть умеренного суннитского мира суфийская ведь большая часть суфиев это сунниты да там значит такая модернизационная которая не против иметь национальные государства и прочее даже вот такая просто ну фундаменталистская но не идущая в исламистские крайности чтобы эта вся часть пригребла к нам мы не хотим оказаться шиитами против всех суннитов их много мы хотим любой ценой сдвинуть это поле на себя теперь вопрос об Ираке для того чтобы Ирак оставался единым люди которые хотят единства иракского государства должны принять одно простое решение после разгрома осуществленного американскими безумцами или преступниками они же принять решение которое заключается в том что они ложатся под Иран все единый Ирак это Ирак который после разгрома Саддама Хусейна лег под Иран никаких вопросов нет в этом смысле это наш Ирак он нас очень устраивает для нас самое тревожное заключается в том не выбьют ли из-под нас иранскую карту Кэрри например хотел делать именно это вот все эти договора американцев с Ираном начавшиеся это же Кэрри а Кэрри как говорят иранские друзья это просто их такая инструмент современный инструмент иранской политики вот значит так это или не так оставим на совести иранских друзей но вроде бы похоже значит они там дали им все эти послабления терпыр да ну и уранцев же есть свои интересы если иранцы с нами строят достаточно прочный союз и нам удается развязать иранской израильский узел то мы получаем Иран Сирию Хизбалу Израиль Египет раз Израиль то и Египет да сразу как часть сунитского мира большую часть напуганных этими оранжевыми веснами вменяемых исламских сил по всей Северной Африке да Ирак который ложится под Иран сам Иран и возможно Пакистан если это мы поделим с Китайской Народной Республикой это уже что-то возникает залив залив будет пытаться все время коррумпировать Америку это его профессиональная работа у него созданы тонкие сложные структуры для коррумпирования Америки но они чем хуже будет ситуация в Америке тем меньше они будут работать да и тогда залив окажется перед шиитской угрозой и неизвестно что он сделает он схватится за этот сунитский меч радикального исламизма или он все-таки построит отношения сирана если Пакистан будет выбит то залив без Пакистана ничто он не получит ядерного оружия он не получит всего что хочет и он слишком малочисленный для того чтобы играть в свою игру значит в этом смысле Сирия летчики все это горе наше и даже угрозы нашей национальной безопасности огромные которых я только что говорил вторично по отношению к этой великой шахматной доске на которой вот здесь еще торчит как я сказал Иран соответственно Хизбала там Сирия да и все остальное здесь вот это все торчит да тут вот еще торчат эти страны арабского мира которые очень уязвимы по отношению к этому и которые хотели бы построить связи с Пакистаном но их вполне может рвать Китай а если Китай договорится со стран Персидского залива и они уйдут под его опеку от Америки это все это другой мир вот и наконец турецко-иранский конфликт или турецко-иранская дружба которая зависит от того насколько искренне и Турция и Иран с точки зрения того что они прежде всего ислам а потом уже национальное государство не так это все ни в Турции ни в Орадне прежде всего иранцы это персы а потом они шииты еще вдобавок и ислам да я был на некоторых конференциях радикального исламизма международных которые проходили в Тегеране и там сидела молодежь и когда Ахмадин Эджад кричал сионизм смерть все орали смерть ему смерть и мы все ждем Махди все говорит како какого Махди Махди это мессия для шиитов отношения очень сложные я не могу сказать что у России слабая ближневосточная дипломатия политика как так получилось что она унаследована от версийской империи и мы никогда не были слабаками на этом поле все что сейчас происходит происходит так но если иракские элиты сунницкие не захотят лечь под шиитов иракских то придется делить ирак его будут делить сами иракции не оккупационные войска тогда возникает суннистан некое государство некая сунницкая часть ирака шиитская просто сразу проваливается в иран там она ложится до конца вместе со всеми нефтяными возможностями а суннистан остается отдельно и тогда власть талиба в суннистане вполне возможно и тут все зависит от степени радикализации турции теперь если только турция выбрала 4 сценария то есть она сказала в европу не берут но зато американский брат говорит откроешь кран по беженцев побольше будет и все зашибись и мы тебе за это платит до разрушая европу валей открывай краны европу не берут знать приезжает все эти европейские лидии турки говорят над к возьмете в европе не можем а не можете еще открываем да понятно этот крантик американцы говорят молодец молодец и если американцы говорят беретесь ли вы турецкие братья сделать тоже что делают украинские братья мы это проплатим мы как-нибудь вас поддержим но давайте тогда берите подряд на самостоятельные действия против россии антирусский подряд в 10 турция всерьез берет антирусский подряд то я повторяю все существующие сейчас модели устройства российского государства уже железно не выдерживают все все кончено с этими моделями все кончено потому что те волны которые подымутся это сказать по приказу турок если они встали на анти русский подряд не сочетаем они со с чем что мы разумно и мягко делаем сейчас мы все правильно делаем не говорю не потому что мне что-нибудь особенно нравится все все знают потому что действительно так нам не хватало вспоминать преступления крымских татар в момент когда мы только только этот крым взяли их себе все реабилитации там ужас там не остались вау-ва-ва-ва-ва да только сидите тихо но это если они сядут тихо а если турки скажут что сидеть тихо не надо то они не сядут тихо и что вы тогда будете делать с этой моделью где этот мир то мир то этот как обеспечивать пока турок нет или турки нейтрально мы его обеспечиваем вот так легко и тут все правильно бедные крымские татары жестокий сталин не надо крым дороже париж стоит обед не дальше что дальше они поднимают по волжье и там мы что делаем и северный кавказ ровно в момент когда существующие военные силы скованным турецком фронте точнее на северокавказ фронте в этот момент начинается наступление со стороны украины и где вся эта мирная модель который я например очень ценю потому что она позволяет русскому народу как-то жить а когда это все начнется этот dance то еще неизвестно что будет там будет как жизнь или не будет кто-то согласится принять этот мобилизационный статус или нет для страна распущена все в кашу приведено вот мы так жить можем и даже можем пулять ракетами как убедились это значит что мы можем осуществлять жесткие действия на своей территории мы их боялись осуществлять весь советский период мы почему с турками не вязались особенно хоть они были 10 раз у нато даже мы понимали как легко дальше всколыхнуть существующий симбиоз нам это надо нам это не было надо на может оказаться это надо в катастрофических условиях тогда да тогда другие отношения там с болгарами греками там армянами неважно с курдами с кем угодно с ираном разумеется только бы набрать пакет теперь что говорит путин путин говорит терроризм это страшное мировое зло такое зло что нельзя бороться в одиночку что же это за новое зло который все время называют терроризм это что такое почему с ним нельзя бороться хоть и в одиночку что это за сила которую одно государство может раздавить если она захотела государство всегда сильнее любая армия сильнее этой партизанщины что имеется ввиду имеется ввиду то что есть этот суницкий радикальный исламизм который подвязан на мощь штабов государственных и государственных спецслужб а это адская сила мне каждый раз года вот ваша там оловицкая армия там что она может это это государственная армия государственная на не только оловицкая на части черкесской понимаете да там много компонент которые не хотят этой радикальной суммы себе в гости и понимаешь что там просто кожу сдирать будут живьем с детей взрослых со всех они там сражаются за не на жизнь и на смерть как может пусть 200 пусть 250 пусть 300 тысяч людей на тачанках с пулеметами что-то делать против государственной армии который мы носу теле оружием и который всегда была не слабой а сейчас сражается но не на жизнь а на смерть почему она проигрывает почему пришлось бомбить и все прочь потому что нету этих тачанок как самодостаточной силой из турецкая региона регулярная армия со штабами и ряд еще регулярных армий которые оказывают регулярную поддержку над этим висит щит соответствующий спутников и любой другой и тогда оказывается что регулярная достаточно сильная и боевая сирийская армия не может сопротивляться не этому интернационалу террористическому не государством который подключили мощь своих спецслужб к этому интернационалу не самим действием этих государств которые осуществляются автономно от этих тачанок когда надо тачанки а когда надо реактивные залпы по деревням ключевым и позициям тогда понятно что это за зверь примерно и куда он будет развиваться что это все означает теперь несколько слов хотелось бы сказать про саму эту конструкцию значит вот эту тему рискую и прочее с того момента с того момента как советский союз оказался разгромлен а он не мог быть разгромлен в случае если бы кпсс не сыграла двусмысленную роль и если бы не было изъяна в самом проекте не мог бы быть разгром с этого момента на повестку дня стала совершенно другая расстановка сил мировых мы оказались в условиях другого всемирно исторического процесса в другом всемирно историческом пространстве но в этом смысле я хотел бы чтобы все здесь собравшись подели главное все таки это не вопрос здесь так сказать ну не хочется не надувать щеки не так сказать по идиотски скромничать в ситуации когда надо расставлять точки над и в том мире где произошел этот крах ссср которым хотелось бы поговорить отдельно да в этом мире оказалось несколько моделей первая модель это модель фукуям и как бы фукуям и конец истории согласно этой модели никто ни с кем не воюет есть американский центр единый внутри этого центра так сказать устанавливается либеральная модель и весь мир мир будет приведен некой либеральный вот такой секулярной единой модели глобализации да есть мир хантингтона который очень близок я думаю англичаном в отличие от американцев здесь демпартия сша в основном и все либеральные силы мира все либералы мира здесь хантингтон конфликт цивилизации а есть третья модель действительно третье в которую можно найти либо это целые и назовите либо кургиняна и так далее да но есть это третья модель мы говорим что содержание всемирно исторического процесса сейчас заключается в том что буржуазно националистические суверенные государства воюют силами вот этой так сказать архаическая постмодернистской глобализации это модель я не могу понять чем эта модель там изложенная в определенном количестве книг отличается от модели изложены фукуямы с моей точки зрения она отличается тем что она реализуется в отличие от этих двух реализуется но это третья глобальная модель который в данном случае является моделью сути времени кто воюет в ливии что там воевали то воевала хайка и либералы против национально суверенных сил олицетворяемых каддафи кто воюет в сирии архаика игил и жалкие либералы против так сказать национальных государственных сил олицетворяемых асадом кто воевал в египте братья мусульмане то есть архаика и либералы против национальных государственных сил олицетворяемых мубараком а потом сессия который с трудом и при помощи израиля все-таки натянул вожжи в этом так сказать разгуле братьев-мусульман кто в ираке кто воюет всюду по всему миру национально государственные суверенные силы буржуазного модернистского развития силами архаики и постмодерна вот этого губа ли сон а где здесь хантингтон кто воюет где там хантингтон сирии там кто шииты сунитами воюют да но есть там молекулы этой прокладки это же война есть буржуазная модернистская архитектура мира которую отстаивает россия и другие сейчас на острие этого всего направления оказалось россии путина его речь волна то есть эта речь не называет этих слов но они скоро будут названы а куда деться это вестфальд 2.0 вестфальдский мир 2.0 мир национальных суверенных буржуазных развивающихся светских государств а есть какой-то совсем другой мир ну там хантингтон понятно это мы все возвращаемся назад в мир где все почему-то верят в бога и по-разному верят режут друг друга это еще нужно туда вернуться я не вижу пока а вот что такое фукуяма я понимаю вот это я хорошо понимаю ощутимо понимать и сегодня вот на этой передаче соловьева это было сказано как-то но опять точечно одной фразой но как-то почему-то все возбудились потому что я назвал слово который называл то на самом деле 2011-12 году когда несколько представителей то мне сказали ну наконец-то слова названы теперь можно бороться но это не вошло тогда в оборот не телевидение никого а сейчас видимо начинает входить и возможно сегодняшний день если это все окажется так сказать передачи будет так сказать еще днем когда чуть-чуть мы это подтолкнем потому что мы говорим что в мире существуют глобики то есть обитатели глобального государства и граждане то есть обитатели системы национально суверенных государств буржуазного типа разве как бы с вектором на прогресс там гуманизма и так далее буржуазном варианте то есть это мир модерна а это мир постмодерна с некоторыми добавляющимися к нему и племена который часть эти глобик это реальная диспозиция это реальность позиция в которой мы живем вы не видите рядом с собой этих глобиков а я вижу я их вижу я приезжаю в китай ты заезжаешь город шанхай все видно вот они это глобики это китайские глобики и вот они глобики ходят по москве вот я же видел что такое эти все креатив не креатив пожалуйста можно договариваться со всеми там суверенными силами там либеральными там националистическими коммунистическими не вопрос там есть какое-то понять это суверенного существования они граждане своего государства с ними о каких-то принципиальных вещах можно договориться в пределах какой-то рамки там они будут размещаться в разных точках этой рамки то есть это будет вот как она такая вот система вот это вот рамка консенсуса да и они не будут все вот здесь одни будут вот здесь другие вот здесь 3 но они ломать то ее не будут и не будут никуда выходить за эту рамку а внутри они будут бодаться ведь нормально это нормально но тут же уже давно все вышло тут она давно все здесь это реальный конфликт между гражданами и глобиками которые уже взяли себе на помощь и племена архаические и фашистов вот вам украина персерые волки это другая часть этой же сети гладио потом третья часть 4 5 и у меня возникает естественный вопрос почему я всегда говорю что мир модерна придется защищать но неизвестно можно ли его защитить потому что это уходящий мир буржуазного гуманизма это уходящий мир буржуазного развития этот мир который уходит он человеческий то что ему идет навстречу не человеческая природа поэтому вместо пролетария всех так сказать стран соединяйтесь можно сказать люди или человеки всех стран соединяйтесь потому что это уже не общая характеристика там уже идет другое она же говорит о себе как другое все эти безобразие семьями какие-то чудовищные все эти истории которые мальч на горизонте они же невозможны в мире модерна все эти извращения не невозможны в мире модерна все это безграмотность целых групп населения внутри собственной страны вся эта эклектика смешанности сказать людей которые вообще два иландские башни с непониманием друг друга это нация какой плавильный котел этого уже нет этот мир рушится вот я хотел и рвуче спросить как бы которые не только экономики все знает но и вообще я считаю все знают это так это не шутка вот я хотел юр просто что поговорил да вот что происходит с понятием граждан то вообще мы можем удержать моду с гр граждан не можем что с ним происходит мир очень давно ушел от тех времен когда вот в чистом виде идея гражданственности могла воплощаться но в греческом полисе там тысяча человек собирается на гору все они друг а гору а гору это собрание да да на площадь собрания все они друг друга знаю все они знают проблемы своего полиса крохотного все они понимают какие враги есть вне какие друзья есть вне они понимают ситуацию поэтому когда они занимаются решением вопроса каждый из них соотносит свой интерес с гражданским интересом своего полиса и голосует за то или иное решение осознанно прекрасно понимая к чему это решение может привести какие будут результаты для него для полиса для его гражданского состояния он патриот своего полиса уже время при его объемах вся эта гражданство начало ломаться через колено подкуп избирателей знаменитая полете клака которая должна на форуме во время голосования перекричать конкурентов подкуп убийство политически уже там заново начали этим заниматься в эпоху великой французской революции и ну ее грубо говоря проектировщики начинают экзоклопедистов и далее реализаторы что происходило они поняли что франция которая состоит из бретония квитании гасконии и так далее в андей она не может быть франции разные наречия разные представления друг друга не знают это нужно соединять единый французский язык единая французская культура вперед мы должны создать граждан которые понимают друг друга говорят на одном языке культурно восприняли единые ценности как ценности франции они гасконии не британия и аквитании и готовы за эти ценности бороться они должны быть очень образованными должны понимать свой интерес должны соотносить свой интерес интересами франции то есть должны на выборах осознанно сформулировать заказ власти на управление собой и государством и квалифицированно как граждане проконтролировать исполнение этого заказа хорошо было есть дальше плохо пошел вон вот что такое гражданство это идея гражданства она была основой модерна нас так вот она реально вспухала вырастала из модерна и модерн за не очень цепко держался разрушаться она начала опять-таки ну грубо говоря первыми особенно сильно она еще как-то держалась ну начале 20 века она еще держалась разрушаться очень сильно начала по мере во первых первые глобализации она была как раз на рубеже 19 20 века мир стал глобальным и второе изобретением средства оболванивания гражданина мне очень хорошо запомнилось впервые наверное введенная в политическую аналитику и в политическую пропаганду представление которое придумал довольно крупный влиятельный политник советник президентов и журналист талантливый американский уолтер липман вот в начале 20 века он написал книгу довольно большую ряд статей потом книгу использовал понятие фабрикация общественного согласия так вот когда появился инструментарий фабрикация общественного согласия в виде средств массы информации и контроля определенных властных групп над средствами массы информации демократии которая неотъемлемая часть нет есть граждане есть демократия нет граждан нет демократии демократия стала превращаться в фальсифицированную имитативную сделанную искусственную раздель термина есть демократию и проблема заключается в том что вот этот самый гражданин он еще как-то может быть гражданином в рамках своего полиса ну грубо говоря в рамках своего поселка он выбирает шерифа он выбирает муниципалитет выбирает там еще кого-то он их знает он понимает а вот дальше он ничего не знает он ничего не понимает он знает только из газет и поэтому там то он уже не гражданин а его голосовать он должен за национальное собрание за президента за правительство а как он голосует то что ему рассказали а рассказывают фальсификаторы вот с тех пор это скажем так идея гражданства и соответственно идея демократии начали гаснуть но на самом деле ведь проблема большого мира и даже до глобализации он был слишком велик сейчас особенно велик сегодня это особенно трудно потому что инструменты информационной войны войны фальсификации реальности они отработаны до нельзя вот недавно я прочел что еще ряд крупнейших изданий телеканалов в европе в японии были скучкованы в несколько медиа конгломератов фактически где-то 68 крупнейших медиа компаний мира они управляют всей без исключения информационной средой но 95 процентами информационной среды мира и соответственно они заказывают фальсификацию они заказывают выборы они и есть единственные фактически наиболее полноценные граждане которые знают ситуацию и могут адекватные и оценить и описать и смертельная задача в смертельная по амбиции но и необходимая задача сохранения принципа гражданства это новый массовый человек который хочет и может адекватно оценивать реальность и адекватно на нее реагировать и адекватно формировать собственные решения в отношении вот такой вот сложной реальности новый сложный человек но конечно он не возникнет и он не сможет быть деятельным гражданином до того момента пока существует и не разрушена вот эта система фабрикации общественного согласия вот это непреодолимое препятствие если оно существует и процветает то гражданина массово создать невозможно и отметим что ну вот по моему личному жизненному опыту в советское время хоть на заваренке у дома у деревенского хоть в курилке кб хоть в геологической партии было полно умных информированных разговоров про внутреннюю политику про мировую политику про то что происходит в мире тогда советские люди были в гораздо большей мере гражданами хотя своего гражданское чувство они не слишком могли реализовать в советской действительности но они были гражданами потому что они понимали оценивали и могли эту оценку обосновать в постсоветское время когда у нас вспухла эта система фабрикации согласия и несогласия и когда люди увлеклись бабками одни а другие проблемами выживания навязанными вынуждены были заниматься гражданство скукожилось 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 образование рушится система культурной интоктринации рушится семейное воспитание рушится потому что родители думают как обуть одеть прокормить ребенка чтобы он простите с голоду не помирал и в преступную банду не вступил вот эта система оказалась контрпродуктивной регрессивной с точки зрения сохраняющегося в зачатках в семьях вот советского потенциала гражданства репродуцирование грубо говоря размножение нормальных граждан я убежден что это довольно быстро можно начать восстанавливать на самом деле это быстро очень не восстановишь от наверное все таки минимум поколения полтора но если этим не заниматься то наша страна один из немногих оазисов вот реального гражданства действительно вот поговорить в другой стране там у людей почти нет кругозора и в силу образования и в силу неинтереса интересы другие вот гражданского кругозора нету у нас до сих пор есть вот даже у большой части молодежи которая вот не собирается вокруг нас которая мыслит иначе которая там в либеральную сторону повернута все равно кругозор есть то есть шансы у нас есть но мы один из вот последних оазисов где это что-то сохранилось других азисов в мире все меньше вот не такой пессимизм не возникает вопрос вот если говорить о гегеле гражданском обществе так далее то совместим или гражданского общества с потребительским обществом ведь это же тоже consuming society может ли существовать общество потребление гражданское общество я думаю что вообще не может то есть в чистом виде это вещи несовместимые человек ну не может не потреблять но система ценностей у него вот в его иерархии ценности если потребление на первых местах для другого места не остается первое второе она вступает в конфликт с гражданскими интересами если я потребитель то у меня как только потребительское общество не на первом месте индивидуализм даже уже жена и дети на втором мое потребление то есть есть инстинкты но тем не менее вот если приходится выбирать слишком часто выбираются я они мы даже самое локальное семейные тем более невозможны сообщества потому что там должны быть общие ценности устойчивое сообщество разрушается как только вступает приоритет потребления общество вообще невозможно и тогда какое гражданство то есть глобики по сути вот очень удачное слово которое сергей раз давно придумал мне нравится глобики это те люди которые сконцентрированы на себе и мы их видим везде в израиле их полно просто прет а мне зачем я что здесь что в лос-анджелесе что в нью-йорке что в шанхае в одинаковом там рэдисон или каком-то еще отеле или в хилтоне одинаковые все сервис все одинаково одинаковый бассейн одинаковые машины на улицах ездят самолеты одинаковые аэропорты одинаковые мне хорошо это вот тот кусок мира глобиков который когда-то описывал жак атали уже 20 лет почти назад в своих линиях горизонта это не общество это строго пердикулярно принципам общества потому что никакое общество не держится в отсутствие заинтересованного в этом обществе гражданина и не может быть устойчивого государства если нет устойчивого гражданского общества она рассыпается вот как муравейник он вроде бы крепкий там глиняный а вот пнешь его он все в труху сразу вот я так спасибо значит это твое первое включение первое включение ну значит и соответственно дальше возникает то что безумно свойственно вот этому глобальному миру и что мы ускользает ведь когда говорят либерализм там непонятно то что имеют ввиду идею свободы с точки верения либерального государства это государство как раз больше перераспределяющие и поэтому более централизованное чем государство консервативная которая говорит руки проще частной собственности меньше налогов будет больше производства и сами люди разберутся а государства должно быть меньше поэтому у нас же все вывернуто наизнанку в этом смысле но есть одно свойство либерализма безумно важно либерализм считает что все сводится к обыденному все ну кто такой александр матросов ну это это человек там пожертвовавшую кого были смыслы которым были важнее жизни нет извините это либо был труп который кинули на дот это pr конструкция либо он был пьяный и там еще что-нибудь еще сумасшедший почему потому что в принципе модель человека жертвующего жизнью за идею или за народ отрицается такой модели быть не может почему сейчас так легко восприняли там эрдоган семья наш бабки есть конкретный интересно они нити не тюрки какие-то там не пантюркизм не так сказать суннизм бабки да нефтью торгует понятно да у меня там дело у него там интересы у него там кэшем поэтому вовсю пуляет за это сказать вот там идет чек по улице он шамить закричал почему закричал но не знаю что ограбить хочет там или не знаю что там ну так сказать там вы хоть поступить на работу или там я не знаю хочет сказать там чего-то он хочет такого простого незамысловатого и пока это простой незамысловатый обыденно не найдешь мир непонятен а когда найдешь все становится понятно ничего поднимающегося над этим как мы что такое трансцендентная выход трансцензус выходящая за границу Ничего вот этого сакрального, то есть, ну, общезначимого, священного в жизни быть не должно. И это должно быть уничтожено либерализмом. Поскольку это остается, то либерализм – это средство уничтожения всего этого. Это и есть мир фукуяма. Постепенно вот это бессонностное, горизонтальное и прочее будет как удав переваривать все остальное. Очень много соблазнов сказать, что, да, товарищи, там, да, ислам восстал против этого. Да? Нет, он не восстал против этого. Это архаика, которая соединяется с этим постмодерном, им поддерживается. А единственный, кто против этого может восстать, это гражданин. Против глобика может восстать гражданин. По большому счету и на поклонный, и там, все говорит, патернализм. Почему патернализм? Не патернализм, а гражданство против этого глобализма. Это другой мир. Действительно, реально, в условиях рухнувших советских конструкций обнажилась конструкция модерна, которая защищает себя от уже внечеловеческой реальности, которая дышит, так сказать, из этого нового средневековья, весьма фашизированного, и из этого постмодерна. Рузвельт и Черчилль, а в общем-то Рузвельт, остались без Сталина в войне с Гитлером, совокупным, двулетим. И с моей точки зрения, если что-то новое не появится, то, что мы там называем этим сверхмодерным и так далее, то эта война все равно, она обречена. Вот эта большая, старая, национально-сувелирная, вестфальская конструкция, как ты ее не обновляй, как ты не ссылайся на то, что United Nations, то есть нации, то есть национально-суверенные государства, все равно она рушится. Она может рушиться быстрее или медленнее, нам очень важно, чтобы она рушилась медленно. Но ее нельзя защитить не потому, что не хочется, или она чужая, а потому что она уходит. Она уходит все больше. Она уходит вместе с этим консюмом, она уходит вместе с этим средством массовой информации. Тогда где должны возникать эти гражданские средства, создающие горизонты? Случайно не в интернете ли, где было сделано все, чтобы окончательно все смешалось? В неком русском политическом интернете возникает сопротивление этому, и возникают какие-то очаги чего-то, стремящегося расширить горизонт, восстановить эту гражданственность. В сущности, судьба на протяжении двух-двух с половиной лет ближайших, и означат их сущности навсегда в России, она зависит от того, это гражданское это начало, оно будет мобилизовано или нет. Но мы же не можем не видеть, что сражаются на этих фронтах, условно не Долореса Барури с Гитлером, а сражаются, так сказать, Ассад с Обамой и ИГИЛом. Это стало содержанием на поверхности политического процесса, оказалось это, потому что то ушло. И дальше надо задаться вопросами, а почему оно ушло? Что там с ним такое случилось? Оно не достучалось до резервного в человеке, это первая проблема, и оно, конечно, не сумело само себя разместить в поле больших культурных традиций и типов. Я об этом в последней статье, которая сегодня должна выходить, в этом своем сериале газетном, проговорил. Понимаете, Ленин сказал, что там Маркса традиция – это немецкая классическая философия, ну помните, английская политэкономия и французский социализм. Ну, а что такое немецкая классическая философия? Она вообще разная. Кант – это совершенно одно, Гегель – другое. Ну, хорошо, все это традиция Маркса. А у них какая традиция? У Гегеля и у Канта? Не говоря о том, что они разные. А у немецкой классической философии какая традиция? А у той традиции какая традиция? Все эти разговоры, линия Платона и Демокрита, ну, это же фальсификация реального конфликта была, линия Платона и Аристотеля, а не линия Платона и Демокрита. Это очень понятно, да? Что там Демокрит? Демокрит где-то находился в совершенно другой стиле. Но даже если мы достучимся до этих философов, мы дальше не достучимся, а когда, вот, так сказать, один из классиков этого марксизма, Лафарка, другие говорили о Прометее, это другой тип рассуждений. Тогда эта традиция, уходящая на бесконечную глубину, которую можно с этой глубины потом вытаскивать на все горизонты, да? Возрожденческие, античные, куда-то она будет единый, да? Но никто же об этом не стал говорить, что это определенный, что там о похищении огня с небес, что это за огонь, почему этот Титан, и чем он отличается от других Титанов, потому что уже у Фауста и его традиции тоже, извините, и Титаны, и все эти Тельхины, и Кабиры, и все прочее, но там же другой мир доолимпийских богов. Он-то как раз потом и породил, по большому счету, как я считаю, фашизм. Но ведь этими традициями никто не занимались, и все подряд, как от зубов отскакивали, немецкая классическая философия, английская политэкономия. Что это такое? Что с этим делать? Вот если люди хотели это выучить, сдать мне экзамен, непонятно. А если не хотели на это ориентироваться, посмотреть на традиции, что они могли сделать? Взять всю немецкую классическую философию, которая грызется друг с другом, и сказать, что все это марксистская традиция, и что с ней делать-то дальше? Это совершенно не понятие, а традиция. Но тогда, по большому счету, легче сказать, традиции нет. Это утопия. И в той же самой работе «Три источника этой страны части» он говорит, что нас же все обвиняют в том, что мы секта. Это так актуально сейчас звучит, что дальше некуда, да? Говорит, марксизм обвиняют в том, что он секта. А мы хотим традиции, мы говорим, что мы не секта. Были упущены какие-то фундаментальные константы. И вот это ощущение этой реальности. Соответственно, с этим это дело и ушло. Теперь оно может вернуться только в ситуации, когда, участвуя в выигрыше боя с силами абсолютного зла, оно каким-то способом, так сказать, в ходе этого боя восстановит свои потенциалы. И всем, кто окажется перед лицом, в общем, совокупному Черчиллю и Рузвель, то станет ясно, чтобы без Сталина не обойтись. Не обойтись сущностно, с точки зрения типа человека. А второй вопрос, конечно, что все эти разговоры о новом человеке, в том виде, в каком они вились, они вообще ничего не стоили. Всю эту тему полностью приватизировали фашисты. И они рассказали много. Они рассказали много. И это вот известно по всему, что, так сказать, там, ну, можно назвать там, все реально высшее связано с любовью, там, с сакрализациями, мистериями и всем прочим. Оно же все ушло в фашизм. Теперь, значит, мы живем в мире, где существует молодая, любопытная деваха, и которые либо предлагают низкие компоненты этих приключений, либо говорят крестик плюс платочек, плюс поджатые губы. И что она выберет, если это все отсечено? А интернет? А если она выберет вот это? Вы отрицаете секс-просвет. А что вводите? Что вводите? А все вот это в невероятном количестве, оно было экспортировано в фашизм и в элиту господ. Там все расскажут. Без этих плебейских форм и без поджатых губ. А что, должны сказать коммунисты, что я не понимаю, что творилось уже в провинции 80-го года? Птица счастья завтрашнего дня прилетела с крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Уже все было проиграно. Надо было только кинуть еще этого кона, мерзавца, этого, с его, так сказать, раскрепощением этих начал. И все. Интер-девочка. И все было сделано. Все уже было подготовлено. Все ловушки расставлены. Только раз, все. А кто же это все убрал? Кто убрал традицию? Кто убрал новые гуманизмы, реальные ресурсы? Кто убрал, так сказать, реальное представление о высшем? ЦРУ это убрал? Да? Не может быть. Мне казалось, что все это происходило на Старой площади и в Кремле. Без нового вхождения всего этого в мир, которым борьба на сегодняшний день уже определена, определена, да? Этот черчиллевско-рузевельтельский, так сказать, ветшающий мир проиграет Гитлеру. Поэтому можно сколько угодно говорить. Да, он на первом плане. Да, он главный боец. Да, этого главного бойца надо поддерживать. Да, здравствует Ассад. Или там, не знаю, Мубарак. Но надо же понимать, что за этим стоит. Дело не просто в том, что Мубарак был хилой, но пришел Сисси, он не хилый. Все равно он сдастся через пять лет. У нас есть время, пауза. Мы как ее используем? Вот мне хотелось, чтобы тема того, что произошло с этим сбитым самолетом, она в каких-то во всех этих ресурсах, более-менее, в регистрах этих, в разных планах, она все-таки оказалась ну, рассматрена, погружена в какой-то большой объем. Иначе как-то все получается то ли надо там ударить из таких орудий, то ли из таких, то ли не бить и непонятно, ни с кем имеем дело, ни что происходит, никакая за этим стоит глобальная проблематика, потому что, конечно, воюют граждане и глобики вместе с племенами. Вот они, эти, так сказать, ИГИЛы вместе с кем-то, кто стоит над ними. Они уже соединились, поэтому ощущение, что они не будут вместе, а что они будут делать? Они вернутся назад, вот мир модерна, они знают, что он рушится. Они должны сохранить господство. Это и формула, и господство. А то, что невозможно, вот эту третью модель, ну, просто внятно так же объяснить, как были объяснены модели вот этих фукуяма и так далее, но это просто связано с тем, что это не нужно. Пока все разделено между двумя глобальными моделями, либо ислам и христианство, там, ислам и индуизм, и так далее, либо медленное переваривание либерализма всего и вся, а нет вот этой модели конфликта модерна и его противника, вот этих граждан и глобиков и так далее. Окружающий мир неясен, потому что на каждый момент, вот на этом, по крайней мере, я твердо считаю, что на Воробьевых горах столкнулись граждане и глобики на болотные Сахарова. Ну, отчетливо, да, там, нет рассрушения державы. Слушай, у тебя какие эти кроссовки? А у меня вот такой фирмы. Да? Это же все время было. Это два клубящихся облака. И еще неизвестно, тогда, и я хочу вам объяснить, самое последнее, перед тем, Кирилл Вольфович скажет нам по экономике, а я с удовольствием послушаю. Тогда все происходило таким способом, как происходило, по одной причине. Тогда глобики не решились подтянуть племена. глобики не решились подтянуть правый сектор. Они его сами боялись, и они думали обойтись без него, а потом было поздно. если бы они его подтянули, то никакая гражданская мобилизация, ни в варианте ее ядра на Воробьевых горах, ни в варианте, так сказать, расширения на поклон, ничего бы не сыграло. новая формула была найдена на Украине, где глобики подтянули племена в виде бандеровцев, а также в исламском мире, где племена просто оказались на переднем плане, и гивы, и все прочее. Теперь нам остается ждать, когда и надеяться на бездарность наших глобиков и трусливость, и трусливости на то, что они не быстро подтянут племена. Но с помощью того, о чем рассказал, это можно сделать довольно быстро. А можно так растянуть фронт на периферии, что это даже не понадобится, особенно в Москве. И я обращил бы здесь внимание на все эти движения, там, этих дальнобойщиков, и на все прочее. Это первые ласточки чего-то другого. Но это ласточки вот этих конфликтов, этого мира. В этом понимание того, почему удалось победить в 2011-2012, и кто победил? Победил вот этот буржуазный модерн, который тут же избавился от своих союзников. И начал опять обниматься с этими глобиками и со всеми прочими. Потому что он-то уже сам потребительский, он же уже не гражданский, он уже сильно смутировавший. Его в чистом виде нет, это не Францев. Сейчас, когда Оланд увидел, что там такие чудеса творят, эти племена, он сказал, республика, мы едины, к оружию граждане. То есть он вспомнил 1789-1990 год. Вспомнила бабка, как девка была. Уже ничего этого нет. Они слушают про эту республику. Понимаете, да? А это потребитель французский, республика. Я Шарли Эбдо. Да, республика. Вот о чем. Мне кажется, что хотелось, чтобы в эту сумятицу, в этот, так сказать, растерянный мир, в это ощущение человеческое, что надвигается что-то неприятное, и непонимание человеческое, что именно была внесена какая-то вот эта трансцендентирующая ясность. Потому что ведь либералы почему не могут ничего сделать? Потому что они хотят, чтобы все сводилось к обыденному, а в конечном итоге, чтобы все дело было в том, что Эрбоган потерял бабки, обиделся и пульнул по самолету. Понимаете? Не так же все. А в либеральном мире все должно быть так, а все остальное выдумки. Так вот, это не выдумки. Мир сложнее, он не сводится к таким конструкциям, он не сводится ни к позитивизму, ни вот к этому маленькому-маленькому интересу. Он другой, он включает в себя и позитивизм, и маленький интерес, но нечто большее. И вот в этой большей картине происходит что-то из того, что я, так сказать, позволил себе на этом заседании рассказать. Теперь я хотел, чтобы Львович рассказал нам о другом. Пожалуйста. На позапрошлом заседании я обещал, что Китай останется на потом. Я сегодня все-таки приготовил какой-то материал о Китае. Тема экономических процессов в Китае вокруг него это безумно обширная тема. И поэтому я выделяю вот то, что мне представляется самым важным, самым существенным на сегодняшний момент. Но прежде всего на слуху то, что Китай испытывает очень серьезный экономический кризис. Ну, во-первых, там довольно быстро снижаются темпы роста валов внутреннего продукта. Напоминаю, что совсем недавно, предыдущие 20 лет, темпы роста ВВП Китая в среднем превышали 10% в год, иногда заходили до 14, то сейчас вот оказалось примерно 6,8 последние цифры. И мы видим неуклонное снижение. Ну, большинство стран мира, конечно, о таких темпах роста могут только мечтать, однако для Китая это уже проблема. И проблема социально-экономическая, и проблема, скажем так, социально-психологическая, и проблема политическая. Почему? Китай в результате своего многолетнего экономического рывка, действительно рывка, создал очень мощную экспортоориентированную экономику, которая уже стала первой в мире по валов внутреннего продукта, если считать не по соотношению курса, а по паритету покупательной способности юаня, экономика уже больше, чем американская. далее по объему промышленного производства они объективно все признают вышли на первое место в мире. По масштабам промышленного экспорта они тоже самые первые в мире. То есть достаточно широко используя название «мировая фабрика», оно здесь вполне уместно, действительно так. Причем эту фабрику с ее трудолюбивыми и поначалу достаточно дешевыми трудовыми ресурсами воспринимали как очень удобное место большинство крупнейших мировых корпораций. Они туда свое производство переносили прямо целиком. Строит завод, начинает выпускать «Фольксваген», строит завод, начинает выпускать какой-то «Шерпотреб», строит завод, начинает выпускать сначала видеомагнитофоны, потом компьютеры и так далее. Туда перенесены были огромные производственные мощности, и они соответственно получили вместе с этими производственными мощностями доступ к новым технологиям и начали расти и, скажем так, развиваться еще быстрее. Этот тип экономики, во-первых, первый в мире по потреблению разного рода ресурсов. Я вот увидел эту картинку, она действительно потрясающая. Значит, 20% населения, 13% ВВП. Больше половины мирового бетона, алюминия, никеля. Примерно половину меди, стали и угля. Огромную часть золота, урана, нефти, риса, кукурузы, пшеницы. Это только то, что здесь обозначено. Одна страна, не самая далеко развитая, с большим, конечно, населением, 1,3 миллиарда. Но вот такое гигантское потребление ресурсов. Действительно, мировая фабрика, которая ест и ест ресурсы эти со всего мира. А поскольку она их ест, то она была одним из основных моторов до кризисного развития глобальной экономики. Все это признают. Далее, этот тип экономики, во-вторых, обеспечил невероятно высокие темпы роста благосостояния очень широких слоев населения. Действительно, очень широких. Вот видите, в 2006 году было всего 18 тысяч юаней в год, а сейчас уже 56. Что это? То есть средние зарплаты с учетом курса юаня выросли за десятилетие почти в 4 раза, а в пересчете на доллары по курсу они вполне приличные, больше 800 долларов в месяц. Это даже по российским меркам сегодняшним очень приличная зарплата. Далее, этот тип экономики создал в стране очень высокие социальные ожидания дальнейшего роста благосостояния, очень высокие. То есть там были объявлены и сформированы цели и сделаны государственные программы создания в стране массового так называемого общества средней зажиточности. Китайцы в это поверили, очень на это надеются. А дальше мировой кризис и связанный с кризисом резкое сокращение глобального платежеспособного спроса. Соответственно в очень большой степени это проблематизировало и вот эти программы создания массового зажиточного общества и соответственно исполнение вот этих социальных ожиданий вожделений. А они очень острые были, повторяю, в Китае. Ну и кроме того труд в Китае перестал быть таким уж дешевым. Глобальные корпорации все активнее переводят свои вот эти предприятия из Китая в страны где труд все еще дешевле Вьетнам, Индонезия, латиноамериканские и так далее. И соответственно Китай лишается еще и этого промышленного потенциала. Но есть еще одно. Китай ради встраивания в глобальную систему финансов и торговли очень существенно ослабил свою экономическую автономность. То есть там по-прежнему шагают пятилетками. Госплан работает строго скопированный с нашего советского. у него другая система координат и показателей с учетом рыночных скажем так принципов и рыночных критериев. Но эта машина работает под руководством Коммунистической партии Китая без дураков. Но ради открытия глобальным рынком они очень существенно ослабили государственный контроль за потоками капитала и за многообразными китайскими финансовыми структурами. не только китайскими но и внешними которые на этих рынках капитала действуют. То есть в результате этого открытия мировым рынком капитала Китай очень существенно оказался зависим от разного рода спекулятивных игр на этих рынках. Эти рынки всегда насыщены спекулятивными играми и стихийными и военными. Так вот Китай вобрав в себя открытость рынку заодно вобрал в себя и эти игры. Причем игры это и внутриэкономические и игры международные. Огромные массы китайские в ходе создания этого общества средней зажитости они привыкли к бедности и хотели иметь обязательно аварийную такую подушку безопасности кубышку на черный день и накопили гигантские запасы вот этих семейных финансов. в суммарном валютном эквиваленте сегодня эти деньги оцениваются примерно в 21-23 триллиона долларов. Когда хозяева этих денег, а их огромное количество в нынешнем Китае, поняли, что в результате кризиса спрос и возможности применить их в Китае затруднены, некуда вкладывать, ни в какую промышленность, они пошли на этот самый фондовый рынок в биржевые спекуляции акциями и облигациями. А китайцы вообще, ну все специалисты говорят, они ребята очень азартные, очень, и они в эту игру очень многие ринулись буквально с головой. Ну и в эти же спекуляции пошли свободные деньги, которые некуда в данный момент вложить у корпораций и банков. И в эту же игру включились деньги крупнейших спекулятивных финансовых структур, самых крупных в том числе. Причем последние естественно вошли не напрямую в основном, там очень жесткие пока ограничения со стороны законодательства китайского, они шли как правило через банки и корпорации Гонконга, Макао или за счет создания неких совместных предприятий и структур с корпорациями и банками самой Китайской Народной Республики. В результате эта спекулятивная игра обогатилась очень существенно сугубо военными финансовыми компонентами, то есть финансовыми атаками. Сначала на китайских биржах был гигантский спекулятивный пузырь, а затем этот пузырь начал прыгать, мощные прыжки курсов акций и, естественно, подрыв доверия к устойчивости экономики финансовой системы Китая. Видите, они росли, росли, надувался пузырь, был индекс Шанхай-композит больше 5000, затем он рухнул до 3600, поднялся, попрыгал, попрыгал, рухнул ниже, чем 3000, примерно 2900, и дальше начал медленно опять с прыжками подниматься. Это для любой экономики крайне неприятные признаки, потому что любые инвесторы, что китайские, что зарубежные, на эту картинку смотрят, нет, тут в эту игру играть рискованно, туда деньги бросать нельзя, сгорят, как в топке. То есть, 35-40% и 10% прыжки за день, это для любых инвесторов, даже спекулянтов, чрезмерно. Это только для инсайдеров, которые сами управляют прыжками на бирже. Они на этом обогащаются, все остальные теряют. Ну, естественно, потеряли очень много вот эти самые массовые, рисковые, мелкие китайские инвесторы, очень большие деньги, и, соответственно, это не могло привести еще и заодно к росту социально-политической напряженности и массового социального, а также элитного руководства, потому что элита Китая, она плоть от плоти, кровь от крови вот этого народа, она вышла из тех же низов и увлеченной, азартной в эти же игры играла, и очень многие заигрались, потеряли деньги. То есть в результате и в элите тоже началось обострение политической борьбы. Но на самом деле оно всегда в Китае шло, в Китае никогда не было гладко, это редко очень выходило на публичную поверхность. Но вот самый известный случай именно элитной войны, которая вышла на публичную поверхность, а никаких не там студенческих протестов, это событие на площади Тянь-Мынь в 1989 году. О том, что это была именно элитная война, сейчас написано достаточно много людьми, которые в этом участвовали, и зарубежными, и китайскими, так что здесь сказки про подавление мирного студенческого протеста уже давно никто не рассказывает, кроме западных обывателей. Так вот, сейчас правительство и руководство компартии Китая осознало серьезность вот этого, оно вполне осознало, и сейчас там идет очень широкая, мощная кампания по детальному разбирательству вот этих биржевых катастрофических событий, разбирается и роль в них созданной в последние годы региональными преимущественными элитами системы так называемого теневого кредитования населения и компаний, связи этих теневых структур с зарубежными спекулянтами, финансовых брокеров, которые вводят на китайскую биржу этих зарубежных спекулянтов и так далее. Сейчас уже десятки таких китайских пока спекулятивных игроков обвинены в инсайдерской игре на бирже, арестованы, против них ведутся дела и дела очень серьезные. Крупнейшие брокеры, арестованные активы двух, по крайней мере, я знаю, зарубежных американских холдинговых компаний, хеджевых, которые занимались игрой на бирже. То есть процесс идет очень жесткий. А поскольку игру вот эту и китайское руководство прекрасно понимает, вели и организовывали вот эти прыжки, в основном спекулянты американские, то Китай обозначил свои возможности ответных реакций, которые достаточно неприятны для финансовой системы Соединенных Штатов. В частности, он летом и весной продал гигантские объемы казначейской обязательств Соединенных Штатов, так называемых трешерис, на сумму больше двухсот миллиардов долларов. Вот это, ну, 213 миллиардов долларов, это для Соединенных Штатов Америки сумма достаточно большая. Не смертельная, но большая. Сейчас злые языки утверждают, некоторые экспертные, что нынешней осенью китайские продажи трешерис американских продолжились, в том числе через Швейцарию и Гонконг, и что уже продано на 300 миллиардов долларов. Ну, очевидно, что трешерис считается самым надежным в мире, пусть низкодоходным, но самым надежным в мире вложением денег. Не пропадут. Так вот, эти продажи вызывают недоверие к трешерисам. Очень болезненные и психологические, и экономические для Соединенных Штатов, потому что главный их капитал это доверие к тому, что в Америке все железно, все надежно, ничего не может трохнуть. А у Китая в запасе есть много чего. У него по-прежнему огромные золотовалютные резервы, они были совсем недавно, полтора года назад, около 4 триллионов долларов в эквиваленте, сейчас это примерно 3,65 триллионов долларов, то есть даже после продажи этих трешерис, и важно, что в числе этих трех 65 триллионов долларов еще в запасе у Китая на 900 миллиардов долларов трешерис, которые могут упасть на глобальный рынок и обвалить американские финансы. Тем не менее, я должен здесь подчеркнуть, что экономическая война между Китаем и США идет вот как-то очень осторожно, не публично, причем с обеих сторон. В Соединенных Штатах хорошо понимают, что Китай не только может обрушить их финансы массированными продажами трешерис и, кстати, акций американских корпораций, которых много у Китая, но еще и Китай объективно для Америки стал крупнейшим внешнеторговым поставщиком относительно дешевых, массовых и качественных товаров, которые Америке в быстрой перспективе заменить нечем. А Китай со своей стороны хорошо понимает, что у него Соединенные Штаты это гигантский объемный платежеспособный рынок, несмотря на кризис, и заменить этот рынок Китаю опять-таки нечем. Потерю такого рынка возместить негде и нечем. Вот крупнейшие торговые партнеры Китая. На первом месте Соединенные Штаты, на втором Японии, а дальше по убыванию. То есть весь Евросоюз примерно столько же, даже меньше, чем Соединенные Штаты. Терять они это не хотят. Ну и еще один недавний показательный пример того, что Китай с Америкой подчеркнуто не хочет ссориться, это достаточно, скажем так, знаковый визит Синь Цзиньпиня в Вашингтон в сентябре. Во время этого визита Синь Цзиньпинь, председатель КНР и глава компартии посетил заводы Боинга и так между делом как бы заключил гигантский контракт на поставку Китая на 38 миллиардов долларов 300 самолетов Боинг двух моделей. Это, конечно, для Америки, для Боинга гигантский успех. Но с некоторыми условиями и оговорками, а именно делитесь технологиями. То есть условия контракта заключаются в том, что значительная часть деталей и комплектующих для этих самолетов будет производиться в Китае, а сборка самолетов с этими китайскими комплектующими будет производиться в Соединенных Штатах. Там же окончательная проверка, сертификация и так далее. Еще одно направление борьбы с фондовым кризисом в Китае это начатое китайским правительством реорганизации системы контроля за финансовой сферой. До сих пор финансовая сфера Китая контролировалась во-первых Центральным Банком, то есть Народным Банком Китая и еще четырьмя правительственными ведомствами, а также их отделениями в разных провинциях. Сейчас задумано создание единого мегарегулятора, который должен в себе объединить все контрольные функции и должен быть под единым контролем Госсовета и ЦК КПК. Эта реорганизация во-первых должна сократить объемы вспухшего в период бурного роста страны вот этого самого теневого банкинга, который в основном негласно контролирует именно региональные элиты и который премьер Госсовета Ли Кэтьян недавно назвал экономической язвой страны. И эта реорганизация конечно совершенно явным образом нацелена на то, чтобы прекратить финансово-кредитное самоуправство преимущественно региональных, но не только региональных элит, то есть взять вот этот элитный комок немножко жестче в кулак. Но тем не менее вот кризис сокращения глобального спроса ставит перед китайской мировой фабрикой проблемы весьма серьезные. Снижение темпа роста ВВП и роста благосостояния населения обостряет протест, в том числе уже социально-политический, который в Китае как и элитная борьба никогда не прекращался. То есть сотни тысяч мелких и крупных протестных акций ежегодно. Это официальная статистика признанная китайская. Не десятки, не сотни, а сотни тысяч. Особой роль здесь всегда играл болезненный разрыв в уровне развития вот тех приморских восточных регионов или провинций Китая, которые собственно и стали вот этой мировой фабрикой по преимуществу и западных центральных провинций Китая, в которых вот этого бума не было и которые очень сильно отставали во всех отношениях по экономическому развитию и соответственно по социальному уровню по доходам населения. Трудовые мигранты из деревень западных провинций ехали в мировую фабрику. Сейчас заводы многие фабрики закрываются. Эти трудовые мигранты из деревьев возвращаются домой с высоких зарплат на прежнее скажем так скудное почти подножное существование. И они конечно представляют из себя достаточно взрывоопасный социальный материал. Особенно опасный он именно для исламизированных регионов в первую очередь Сейдзай Уйгурского автономного округа, где вот это самое исламистское радикальное в том числе террористическое подполье никогда не исчезало и в последнее время по поступающим данным снова активизируется. Китайское руководство вот этот социально-экономический риск разрыва между провинциями в уровне развития давно осознавало. Еще при прежнем председателе КНР Худзинтао были приняты и к реализации начаты очень большие программы сокращения этого разрыва. Это, во-первых, гигантские инфраструктурные проекты, огромные объемы промышленного строительства, большие кредиты в социальную сферу и так далее. И вот в этом году впервые, может быть, благодаря кризису, который немножко прижал развитие восточных провинций, объявлено, что западные и центральные провинции по темпам экономического роста впервые обогнали высокопромышленный вот этот самый Восток. То есть для китайцев очень важно, потому что они очень ревниво относятся к богатству или к бедности соседа. Вот то, что вот это уравнивание происходит, это снятие, важное снятие крупного социально-экономического и политического риска. Нельзя сказать, что он снят вообще, но, по крайней мере, вот то, что это обозначено, это для Китая важное достижение. Следующая экономическая проблема Китая это огромный объем наборных китайскими корпорациями внутренних и внешних кредитов. Кредиты, понятно, брались в расчете на то, что вот обещано, мы выходим весь мир из экономического кризиса, пойдет быстрый рост, а это, увы, не произошло. И причем большую часть кредитов фактически корпорации, банки скрывали от контроля, через теневой банкинг заводили. Своим региональные элиты давали кредиты через теневой банкинг. В результате у Китая весьма большой совокупный внешний и внутренний долг, в основном накопленный как раз за счет кредитов корпораций. Оценки этого долга вместе с теневой системой разные. Кто-то говорит 3 триллиона долларов, кто-то 5, кто-то говорит не 5, а 12, если учесть теневой банкинг. Достоверно неизвестно. Конечно, с точки зрения стандартов западной экономической системы это немного. Значит, финансовая и экономическая система надежна. Но тем не менее система-то надежна, а вот благополучие существования многих банков и корпораций этот долг ставят под очень большой вопрос. Еще одна большая проблема Китая это огромные опять-таки созданные в расчете на будущее тучные годы неиспользуемые или не полностью используемые инфраструктурные производственные строительные мощности. Их насоздавали вот опять-таки с заделом на будущее, а сейчас использовать не могут. Внутренний рынок страны, который в последние годы развивался очень быстро параллельно росту доходов населения, и действительно с точки зрения роли в экономике очень существенно заместил экспорт, то есть она уже не экспортно ориентированная экономика китайская, тем не менее внутренний рынок при падении доходов или при стагнации доходов поглотить вот эти избыточные мощности с точки зрения их задействования не может. Китай сейчас очень активно развивает сферу услуг в качестве подпорки внутреннему рынку, но опять-таки он ее активно развивает, но она развита далеко до того уровня, который бы мог заместить вот эти самые мощности, тем более мощности в основном как раз промышленно-производственные. И что делать? Значит, вот капитальные инвестиции постепенно снижаются, то есть раньше они были гигантские вот в районе примерно 2008 года перед кризисом инфраструктурные инвестиции в год выросли на 64%, думайте, вот такие цифры, но в других тоже 35%, 25% огромные, вот все они в последнее время снижаются, 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 но снижаются, то они снижаются, одновременно падает и спрос на промышленное сырье, для того, чтобы строить эти промышленные объекты, соответственно, падает спрос на продукцию сырьевых отраслей, в том числе и на металлы, здесь тоже, видите, падение, 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 а что делать с этими избыточными мощностями, которые настроили? Единственная возможность их полноценного использования это внешняя экспансия с промышленными проектами, и я думаю, что вот гигантский проект, который называется совокупно новый великий шелковый путь, он как раз и родился в большой степени из соображений того, что больше негде задействовать эти невостребованные избыточные производственные мощности. Я уже как-то говорил в этом зале о проекте инфраструктурного коридора системы автомобильных железных дорог, нефтегазопроводов из пакистанского порта Гвадар в Китай, в газете я писал о гигантских проектах так называемого Никарагуанского канала между Тихим Атлантическим океаном, писал о проекте канала Кра из Индийского океана в Южно-Китайское море, этих проектов множество. В последнее время, в последние месяцы к ним добавились просто в порядке перечисления проект сопряжения автодорожной и железнодорожной сети Китая и Евразийского Союза. То есть он прорабатывается очень серьезно. Это гигантское инфраструктурное строительство, гигантские потребности в стали, в металлах, в станках и так далее. Проект скоростной железной дороги из Китая в Иран в Умчи Тегеран через Казахстан, Киргизию, Забиристан и Туркмению. Видите, вот гигантская вот такая вот дорога до Тегерана с перспективами продления с одной стороны к Персидскому заливу, об этом они уже пишут, а с другой стороны не исключается, что и в Турции. Ряд региональных инфраструктурных проектов в Средней Азии, в частности развития железнодорожного сообщения между китайским Кашгаром через Памир в Ферганскую долину и ряд дорог вокруг. Проект скоростной железной дороги уже подписанный. Будапешт, Белград между Венгрией и Сербией будут строить китайцы. Проект скоростной железной дороги между Китаем и столицей Лаоса Венгьяном до границы с Таиландом, то есть, а дальше перспектива продления к Индийскому океану. Опять-таки строят китайцы. участие в проекте скоростной железной дороги Москва-Казань. Это совместное предприятие, совместная работа, но в основном будут строить китайцы, в том числе учреждается совместное предприятие по производству поездов для этой скоростной железной дороги. Далее, проект создания первой китайской зарубежной военно-морской базы в Джибути. Это на берегу Бабальмандевского пролива на входе в Красное море, то есть, на генеральной мировой трассе для контейнеров, для нефти, для газа и так далее. И, наконец, еще один проект, вот буквально позавчера было сообщение, в Пакистане возобновляется строительство ядерной атомной электростанции с двумя новыми гигаваттными по тысяче мегаватт реакторами китайской разработки, то есть, не чим это, а именно китайскими. Это, опять-таки, подчеркну, список неполный, и он показывает, что китайские амбиции глобальной инфраструктурной экспансии очень и очень серьезные, и что они, главное, подкрепляются китайским и промышленно-технологическим и инвестиционным потенциалом. Здесь есть и очень большой успешный китайский опыт внутреннего китайского инфраструктурного строительства. Это скоростные автомобильные и железные дороги, крупные порты, промышленные гиганты, которых нигде в мире больше нету. И это подкрепляется, конечно, финансовыми ресурсами, созданных Китаем. Фонда «Шелкового пути» это 50 миллиардов долларов плюс привлеченные инвестиции, и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, это еще 100 миллиардов долларов плюс привлеченные инвестиции. И, кроме того, это гигантские сбережения китайского населения, которые можно туда направить в эти проекты, и которые не будут азартными играми лихорадить внутренний рынок, будут с пользой для страны и для инвесторов, применены в китайской глобальной экспансии. Причем масштабы этой экспансии растут не только в сфере инфраструктуры. Китай наращивает свои зарубежные капиталовыражения, как через фактически подконтрольный Пекин и Гонконг, так и напрямую. Вот видите, 58% идет через Гонконг и большие в Латинскую Америку, я это хочу подчеркнуть, что там один из главных не только Африка, не только Азия, но там очень большая и важная сфера китайских интересов. Это Бразилия, Боливия, Венесуэла, Аргентина и так далее. Причем на днях, вот буквально опять-таки позавчера, Минторг Китая официально объявил, что прямые китайские инвестиции, то есть не на фондовые рынки, не спекулятивные, именно прямые, в производство, в этом году достигнут триллиона долларов. Триллион долларов только прямых китайских инвестиций за рубеж, накопленных. Кроме того, несмотря на глобальный кризис спроса, Китай продолжает наращивать торговую экспансию на мировые рынки, в особенности на рынки азиатские. Вот, пожалуйста, вот как менялся торговый баланс Китая с азиатскими странами, растет, растет, растет в плюс, а вот как менялся торговый баланс Соединенных Штатов в этот же период с азиатскими странами, в минусе, 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 и минус в основном увеличивается и увеличивается. То есть здесь Китай достаточно успешно вытесняет торговый американский капитал. И по моим представлениям такой форсаж, который Штаты развили, давление на то, чтобы поскорее принять соглашение о Тихоокеанском торговом партнерстве, это вот как раз судорожная буквально попытка Соединенных Штатов переломить эту печальную тенденцию. Еще одно направление китайской финансово-экономической экспансии это рост сделок по покупке производственных активов в других странах, сделок слияния и поглощения, причем не только в Азии, но и в Европе. Вот, пожалуйста, количество сделок в основном растет, больше всего в промышленности, меньше немножко в медиатехнологиях, но и во всех остальных тоже практически растет количество сделок по слиянию и поглощениям. А что такое эта сделка? Это не просто покупка актива где-то там, это покупка актива вместе с теми технологиями, которыми располагает это предприятие и которые копируются, изучаются, переносятся на китайскую почву. Результатом всех этих процессов финансовой экономической экспансии Китая стал очень серьезный рост доли и роли юаня китайского в международных расчетах. Вот, конечно, здесь Китай далеко не на главных ролях, но 5-7 лет назад юаня вот здесь в списке просто не было, исчезающая малая доля. А сегодня, вот по последним данным, это еще 14-й год, уже почти год прошел, сейчас уже юань больше двух с половиной процентов, и он сместил с четвертого места иену японскую вот в этом списке. Вот, работая по повышению роли юаня и вообще своей финансовой экономической роли, Китай занимается давно и очень настойчиво. Он хочет большей роли в глобальной экономике. Он заявил эту цель, он к ней идет. В прошлом году Китай, как некоторые эксперты утверждают, надежных, скажем так, официальных подтверждений, я не нашел, вновь вежливо отклонил американское предложение о глобальном совместном кондоминию над миром, то есть об управлении миром американской китайской двойки и продолжил создавать собственный независимый абсолютно от Соединенных Штатов мировой финансово-экономический центр, китайский центр. в сфере экономики я в других сферах не буду, потому что там и военная сфера, и технологическая, в сфере экономики только перечислю. Действия Китая по созданию новых структур БРИКС, включая Банк БРИКС и фонды развития БРИКС, в этом же русле создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, к которому подчеркну, уже присоединилось более 60 стран, 66 уже по-моему стран мира, включая главных партнеров и союзников Соединенных Штатов. В этом русле повышение роли юаня в глобальной торговле, которую мы видим, в этом же русле создание, это большое очень достижение, первой альтернативной системы международных расчетов. До сих пор весь мир абсолютно пользовался американско-европейской системой SWIFT, другого не было. Другой международной системы расчетов не была. 8 октября Китай запустил свою систему Chinese International Payment System, CHIPS, такое название, которое находится вне пределов юрисдикции Соединенных Штатов и ЕС. То есть отключить от этой системы, от китайской кого угодно, американцы и европейцы не могут, от SWIFT могут, от CHIPS не могут. В этом же русле очень важное, которое ждали давно, объявленное 30 ноября, 4 дни назад, решение Международного валютного фонда о том, что юань включается в корзину так называемых специальных прав заимствования СДР. Это особая расчетная валютная единица МВФ, в которой можно получать и отдавать деньги в долг, вести расчеты и так далее. решение вступает в силу, как объявила МВФ, с 1 октября следующего, 2016 года, и, что очень важно, эксперты МВФ, не какие-то там китайские, а МВФ, оценивают, что доля юаня в расчетной корзине СДР составит 14-16%, это очень большая доля. В этом же русле такие процессы, как быстрое наращивание европейскими банками выпуска облигаций, номинированных в юанях. Объем этих выпусков в нынешнем году только уже превысил 2,7 миллиарда долларов. В этом же русле создание Китаем, это тоже крупная очень амбиция, отдельной шанхайской международной энергетической биржи для торговли нефтяными ценными бумагами, которые будут номинированы в юанях. Биржа будет работать, как предполагается, с начала где-то или с февраля будущего 2016 года и, соответственно, что крайне важно, начнет потихоньку теснить доллар с позиции практически единственной валюты, в которой до сих пор в мире осуществлялись расчеты за нефть. И здесь я хочу затронуть еще один отдельный сюжет, обратив внимание на его некоторую странность с точки зрения привычных наших представлений о конфигурации мировых сил. Это уже очевидное заигрывание с Китаем со стороны как бы главного союзника Соединенных Штатов Великобритании. Опять-таки в порядке перечисления. Лондон первым еще в 2013 году начал широкую торговлю юанем на своей валютной бирже. Причем уже в 2014 году объем торгов юанем на этой бирже вырос в полтора раза, а в нынешнем году еще в три раза. Эксперты считают, что в будущем году лондонская биржа обгонит по объему торговлю юанем до ныне главную биржу для этих целей гонконгскую. Далее, крупнейший международный британский банк HCBC два века назад был создан в Гонконге и Шанхае, затем убежал в Великобританию и вот пять лет назад он перенес, оставил важный офис в Лондоне, но главный офис перенес в Гонконг. Это достаточно знаковое событие. Далее в июле нынешнего года банк Англии принял решение принимать юань в качестве обеспечения сделок на лондонской бирже металлов. 21 октября ЦБ Китая впервые разместил в Лондоне юаневые облигации сразу почти на 800 миллионов долларов без проблем. Видимо, рынок бы съел и больше, они просто больше не дали. Причем произошло это во время визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Лондон. Это было 19 до 3 октября. Главе КНР был устроен совершенно беспрецедентный по британским политическим меркам воистину королевский прием, включая подачу Си Цзиньпиню королевской кареты, королевский парад конной гвардии и торжественный обед с его участием в Букингенском дворце, то есть в Королевском дворце, в присутствии полного состава британской королевской семьи. и что знаменательно, после этого ряд экспертов заговорил о том, что Великобритания как-то странно себя ведет. Она во всяком случае неявно, но достаточно жестко торпедирует главную ценность, которая есть сегодня на кону у президента Барака Обамы, это форсированное заключение договора о трансатлантическом торговом партнерстве, то есть создание гигантской зоны свободной торговли в составе Канады, США, Мексики и всего Евросоюза. Так вот, Британия, говорят, торпедирует. И еще один показательный штрих. 26 ноября в британском парламенте обсуждались вопросы приватизации остатков госимущества, причем немалых. Так вот, представители оппозиции громко с трибуны, потрясая цитатником Мао Цзэдуна, обвинили главу Минфина Великобритании Джорджа Осборна в том, что он распродает Великобританию китайцам. Тоже вот знаковое событие. Что это все означает для России? Ну, с одной стороны, прежде всего, далеко не факт, что Китай из нынешнего кризиса выберется достаточно благополучным и неослабленным. Игра на его ослабление идет мощная. Пока что его поддерживает то, что игра идет в основном против России и против Америки на понижение стоимости нефти. Очень дешевая нефть сильно помогает Китаю, не только Китаю, но и Китаю тоже. Но, в принципе, там проблем в экономике хватает, серьезных проблем. И сказать, что он совсем благополучно из них выберется, сегодня никто не берется. Во всяком случае, на Западе там наперебой говорят, что все, Китай сдох, сейчас будет обвал финансового пузыря, потом будет обвал кредитного пузыря, и Китай рухнет, начнет распадаться. Вот буквально так вот. Нет, конечно, но проблем много. А что с Россией и у Китая? С одной стороны, Китай действительно оказывает существенную поддержку России в ряде инвестиционных проектов, в том числе крупных, а также, как мы знаем, в расширении сбыта российского энергетического, металлургического и так далее сырья. Но прежде всего нефти и газа. Вспомним нефтепровод ВСТО, вспомним два проекта газопроводов Силы Сибири и Алтай и так далее. Китайские кредиты, конечно, оказали существенную поддержку ряду российских корпораций, которые оказались в трудном финансовом положении из-за санкций, которые отрезали Россию от западных рынков капитала. С другой стороны, уже очевидно, что и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и в рамках БРИС, Китай все настойчивее, увереннее играет первую скрипку, стремится играть первую скрипку. И важно, что он отчетливо опережает Россию в некоторых традиционных зонах наших экономических интересов и политических тоже, в том числе в развитии экономических связей со странами Центральной Азии. Видите, начиная с 2008 года, Китай устойчиво выше по товарообороту с республикой Центральной Азии, чем Россия. Здесь и энергетические проекты в Туркмении газовые, и в Казахстане нефтяные, здесь множество проектов инфраструктурных, здесь проекты строительства новых предприятий и так далее. То есть, он нас, грубо говоря, там поджимает. В то же время товарооборот между Россией и Китаем второй год существенно падает. Конечно, здесь большая роль кризисного снижения цен на российское энергосырье. Оно и идет на экспорт в Китай в основном. Но, надо сказать, что по другим товарным позициям, где нет такого обрушения цен, успехов в нашей взаимной торговле крайне немного. Далее, я не могу не обратить внимание на тот факт, что китайские банки в последнее время кредитуют российские корпорации все более осторожны и как бы неохотно скупо. И объясняют это прямо тем, что им намекали на неприятности для китайских банков на западных, прежде всего на американских финансовых рынках из-за связи с Россией. Они этого боятся и поэтому осторожничают не хотят. И, наконец, меня как-то задел достаточно показательный факт, вот буквально позапозавчера, по-моему, китайская железнодорожная корпорация стала инициатором подписания, подчеркну, где в Стамбуле соглашения о транспортно-логистическом консорциуме по доставке контейнерных грузов через Казахстан, Каспий, Азербайджан и Грузию в Турцию. То есть, на мой взгляд, на фоне вот резко острых российско-турецких отношений в таком решении нельзя не увидеть значимого и неприятного политического подтекста. Но и заключая, я скажу, что при всех разговорах об укреплении российско-китайского стратегического партнерства мы должны четко понимать, что Китай ведет в мире собственную, не чью-то совместную, а собственную глобальную игру. В этой игре он преследует собственные, а не чьи-то интересы. И эти интересы всегда, ну прямо скажем, могут выходить, причем существенно выходить, за пределы понятий союза или дружбы. Мы должны это понимать и вести себя соответственно разумно и осторожно. на этом я завершаю. Спасибо. Я настаиваю на том, что турецкий весь сюжет входит в ту глобальную проблематику, которую я попытался здесь развернуть в человеческую проблематику, потому что это вот неспособность Турции найти свой вектор и соответственно все эти роли, а также то, и на острие чего мы оказываемся, создает всю систему рисков и всю систему неопределенностей. Что я могу сказать, что если действительно предположим мы мобилизуем модернизационную элиту Турции, мы мобилизуем в нужном направлении широкого турецкого потребителя, мы мобилизуем разного рода этнические группы, там, я знаю, абхазскую, черкесскую и так далее, которые могут оказаться на нашей стороне. Мы мобилизуем просто никаких противников Эрдогана и локализованные нам системы. И мы какой-то предложим другой путь, то возможно Турция и какие-то современные экономические интересы неких групп мы тоже полностью мобилизуем, то возможно мы можем сделать так, чтобы в сумме всего этого дела Турция не взяла подряд на антироссийские действия. Но если она его возьмет, то все, что произошло с самолетом, это огромный симптом того, что она его берет, то положение через год станет у нас более неприятным, чем когда бы это ни было. Это не значит, что оно будет смертельным, но оно либо приведет к очень мощной перегруппировке всех сил у нас либо оно приведет к тому, что оно из очень неприятного может стать критическим. И в принципе к этому нужно быть готовым. И то, что Юрий Луфович показывает, говорит о том, что на Китай надейся, а сам не плашай. Лично я пока что никаких особых потенциалов какого-нибудь поворота не вижу. Российская внутренняя политика идет строго по инерции в определенном ключе. Внешняя политика осуществляется с некоторым элементом напора и растерянности и, к счастью, еще и осторожности. Потому что все-таки хватило какого-то внутренней сдержанности на то, чтобы не отреагировать бурно на то, что случилось и как-то все-таки не утереться как от плевка, а как-то ритуалами и какими-то косвенными действиями создать некое ощущение, что мы отвечаем на вызов, при этом на магистральном направлении на него не ответим. Ибо магистральный прямой ответ означал, что мы были бы уже в катастрофе сегодня. А вот этот тип ответа он дает какие-то шансы. Если удастся вот так повернуть, все будет вообще хорошо. Если так повернуть не удастся, то очень многое повторяю говорит о том, что скорее всего не удастся и что это не личные дела маленькой элитной турецкой группы, а некой взятый подряд глобальный на работу против нас, то мы примем Турцию в виде второй Украины. Если потом будет еще и третья, то мы можем выиграть и у трех Украин, и у кого угодно еще. Но для этого нам надо иметь уже другую Россию. С другой степенью мобилизации, с другим внутренним содержанием. Это может быть сделано сегодня только мягко и только за счет того, что некие силы в России поймут, что без этой перегруппировки сил они будут просто свирепо уничтожены. Поэтому необходимость этой перегруппировки должна быть осознанна, как реальная, и должно каким-то способом хватить сил на то, чтобы осуществить эту перегруппировку. Потому что мало осознать, что для спасения надо забраться на эту стену, а потом перепрыгнуть с того балкона на этот. Надо еще суметь забраться и перепрыгнуть, что, как мы понимаем, почти невозможно. Но мы всегда существуем в системе почти невозможных вещей, несколько раз как-то перепрыгивали. И у нас две задачи. Первое – понять, что на этот раз прыжок понадобится при этом негативном варианте еще больше, чем мы когда-нибудь совершали. И второе – что возможностей у нас их нет, значит, их надо искать, потому что не перепрыгнуть мы не можем. не перепрыгнуть. Немного вариантов Мы в мире мы в мире в мире не в мире не